На самом деле, такой формат мастер-класса я не особо ожидал. Я вообще не ждал другого, только не этого. Этот формат мастер-класса примерно мы в Алма-Ате проводили, но этого не было в Астане. По разным причинам, просто как-то мы с Айнур, я не знаю, в общем как-то не получалось. Сейчас получилось, я рад, что столько народу пришло, потому что многих я вижу в первый раз, кого-то я вижу в второй, третий, четвертый раз, с кем-то мы уже дружим. И поэтому мне очень приятно, что вы все здесь. За период, в общем я этим занимаюсь уже восьмой год. Я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела. Это те блоки эмоций, которые собираются и блокируются в момент недоброжитых эмоций. То есть тогда, когда ты испытываешь стресс, и стресс не выпускаешь. А советские люди, ну мы сейчас будем говорить в кавычках про советских людей, потому что эхо Советского Союза еще, мне кажется, несколько поколений еще будут отдаваться. Мы, хотя советское прошлое все стираем ластиком с карты, прям не было этого как будто, но оно все равно садится, у нас менталитет примерно пока одинаковый. Он меняется, но примерно мы сейчас одни. Советский человек, он свою боль держит внутри. Мы подавляли свои эмоции, потому что где-то ты озвучил, и потом люди уходят на работу и подолгу не возвращаются. А то мы волнуются. И за 70 лет мы привыкли забиваться и молчать. У нас подавлялись лидерские качества, и один из таких, знаете, блоков мне в голову посадил мой родной отец. Он всегда говорил, вы сейчас заметите, старшее поколение, многие так говорят, нельзя быть первым, будь в середине. Режут хвосты и режут головы. Выжить, то есть с точки зрения выживания надо быть посередине. И даже соревнования, в которых я участвовал, я всегда был там четвертым, пятым, третьим, вторым. Мог даже где-то быть первым, но я уступал в конце на финише. То есть это было мое убеждение, я вот с таким вот ровно 33 лет, пока меня не разблокировали. И сегодня я точно понимаю, что номер два я не могу быть вообще, нигде. И я с ужасом отвечаю, что я не совсем командный учебный игрок, мне надо в команде учиться, работать. То есть раньше я всегда работал в команде, только в команде. То есть мне казалось, что я один ничего не могу. Сегодня все переменилось наоборот, мне кажется теперь, что я все могу сам. Но жизнь показывает, что сам я один не могу. Советский человек, он свою боль переживает и тяжести, и все, он внутри сам самостоятельно. И когда ему плохо, он не озвучивает. Он ни родным не говорит, он просто молча, там что-то холодно, думает. И потихоньку-потихоньку стрессом он накапливается. Почему говорит советский человек, потому что у меня в прошлом году была возможность поработать с импортами. В Лос-Анджелесе, да, когда вот американцы, то есть вот в Дубай, как-то им кажется, ну, они такие. А вот Америка, это уже, ну, радикально противоположные люди нам. И знаете, что заметил в американцах, у них три раза ты нарушил скорость, 12 часов психотерапевтам. Тебе не выдают права обратно, ты не можешь ездить. И это начинается с первого класса. И у них очень такая интересная штука, у них есть я. И есть некий какой-то фантом в стороне. И ему больно, а у меня все окей. И с ними в этом плане работать сложнее. Потому что его боль надо, его это взять, посадить в тело и потом из тела только вытаскивать. Это где-то на 3-4 сеанса растягивается больше, чем у нас. Но с точки зрения комфорта, комфортного бытия, это, наверное, удобно. То есть у меня все хорошо, боль где-то там, она оккупирована отдельно, где-то в каком-то фантоме, образно. Почему этот фантом возникает? Почему психологи, психотерапевты, они его создают в голове? Это, если кто-нибудь сталкивался когда-нибудь с инвалидами, у инвалидов есть своя планета. Она там белая, желтая. Ну, когда поговорите, это та планета, где я целый. Где безувечие, где я здоров. И вот в Америке они придумали себе фантом, у которого все плохо, а у меня все хорошо. И что бы ты ни делал, it's ok. И это очень было интересное наблюдение. И они, вот после сеанса ты говоришь, у вас сегодня вышло где-то процентов 20 эмоций застарелых, которые вот у вас накопили за 40 лет. Знаете, что я говорю? Так классно, так хорошо, спасибо вам большое. А наши, знаете, что говорят о этом? А остальные 80, что не дают? Наши фаталисты. Это на мастер-классе во вторник женщина говорит, у нее характер, я что делаю? Ну, я у нее вытащил, вытащил. Я говорю, слушай, ты терпишь, я не могу сейчас с тобой, ну, людей много, я не могу тебе. Она вот так сидит, убей меня. Это вот наши люди, убей меня. Мы не останавливаемся, нас надо, короче, фига, добить. И мы хотим за один сеанс, короче, сразу. Американцы вот их устраивают, вот 20 процентов. И я не могу понять их психологию, почему их, ну, вот, как бы, устраивают вот по чуть-чуть. И ко мне ходил мужчина, он уже, наверное, лет 15, может 20 страдал паническими атаками, он боялся большой аудитории, он покрывался потом. Он приходил в аудиторию, он сразу весь мокрый. Потом шел до улыбальника, умывался, приходил. И второй раз, когда в одну, в эту же аудиторию заходил, у него уже не было. То есть он много контролировал. Пять сеансов у него прошло. Я говорю, мне так неудобно было, что так долго. А он, знаете, что сказал, я, это, 10 лет психотерапевту хожу, ну, а мне казалось, что пять раз, ну, долго. Потому что там все равно как-то мягче работаешь, чужая страна, другой менталитет, и их сильно так не побьюшь, как наши. А наши, ну, это, они, ну, давай еще раз, ну, мазохисты такие. Давай еще. Вот. И вот это вот самая большая разница между нашими и теми. Но сегодня я понимаю, что примерно эмоциональный блок, вне зависимости от вероисповедания языка, у всех, у них тоже. У всех. Агрессия, подавленность, хроническая усталость. И мир, он немножко, он выравнивается. То есть вот эта глобализация, она уже доходит и до нас, и много чего уже вперед дошло, чем даже до европейских стран. Оказывается, Инстаграм еще не везти. И вы знаете, да? Не знаете? В Германии надо курсы проводить, как открывательный инстаграм, потому что там не все пользуются. Интернета нет. Интернет не везде. То есть в городах где-то есть, а там, ну, оказывается, ну, они консервативные, и очень долго они все принимают. И поэтому, а в каких-то вещах мы быстро труды, и у нас уже везде. И поэтому до нас некоторые вещи сегодня уже стали доходить быстрее, чем до некоторых стран. Вот, в шестнадцатом году в АЦАПе не было. Я в Китае была. А, у вас в АЦАПе не было? У них до сих пор нет, у них запрещено. Я у них был, а у вас не было. Ага. К нам он за два года. Пришел. Пришел, а у них закрыли. Вот, поэтому все-все-все в мире усреднилось. Стрессы примерно плюс-минус одинаковы. Единственное проявление... Единственное проявление вот этих, знаете, вот, я не знаю, озвучивать, не озвучивать, есть мыслеформы. Все же грамотные мыслеформы. Это визуализация. Это мыслеформа, это то, что ты себе придумал, подключил туда энергетику своей намерения и на человека направляешь. Это вот эзотерическое такое немножко объяснение, да? А в простой руке магия, да? Можно. Вот эти исполнения желаний за счет намерения, это вот чем не магия. Поэтому очень важно, чтобы... Короче, вот так. Блоки выходят разные. Вот, допустим, в Казахстане и в России. Очень большая разница в проявлениях. Потому что намерения, которые отправляют люди, они немножко другие. В Казахстане намерения вот эти вот магические... Я сейчас... давайте это в кавычках, да, магия. В Казахстане магия, она немножко... Ну, мне так кажется. Я же не со всеми работал. Мы немножко примитивные. Вот казахи, вот мы, да? Мы просто, чтобы ты сдох. Вот, единственное, то, что мы в спину кидаем, мы чуть-то сдох. В России иногда сталкиваешься с такими мыслеформами, да? Которые ты вот придумать просто не можешь. Чтоб ты всю жизнь там попрошайничал, у тебя никогда не было денег. Чтоб у тебя... То есть, что ты не просто сдох, чтобы ты от нищеты исполнил. То есть, там немножко... А? Там немножко вот так вот наворочено-наворочено, и потом... И когда... Вы не поверите, как это выходит. Знаете, это вот... Со стороны, когда смотришь, ты думаешь... Ты еще шутишь ты или что? Это правда? Ну, что это такое? Потому что людей... Вот кто видел мои видеоролики в Ютубе, да? Самый такой жесткий на сегодняшний день то, что получилось, это с последнего мастер-класса в Алматы, когда женщина там упала и вот так встала. Да. Это самое было просто жесть. Вот тяжелее не было, но на самом деле, в реальности этого больше и похуже бывает. Но на видеокамеру, это вот она первая попалась такая, и она... Она говорила, удалите, удалите меня, я говорю, ну... Как я удалю? Ну, это... Я его вырезал и в Инстаграм не выкладывал, потому что она попросила, что... Ну, в Ютубе я выложил. А потом я пересматривал ролик, там лица не видно, там вообще непонятно кто. Ну, то есть там все закрыто. Вот. И это самое такое жесткое проявление, и очень часто люди боятся меня, да? Этот... Да, как бы ты упал. Мы на фестивале ФРЭ, когда работали, это тогда был у меня третий или четвертый выход самостоятельный уже. Я проверял, сколько людей я могу работать в день. Мы работали три дня, я принимал 300 человек в день. Я понял, что я могу через себя пропускать 300 человек в день вот таких вот. И на второй день в ФРЭ мы когда пошли... Проверьте телефон, если, пожалуйста, ладно? И когда мы пошли попить чай, девочка шла вот так, что-то думала. И я иду к ней навстречу, она-то глаза поднимает, и на другую сторону вылезет. И, конечно, раз ты увидел, меня это очень сильно шокировало. У меня был настолько шок, что... Она... Вот учитель у меня, она говорит, это эмоциональные блоки, это там... психологические зажимы, или как-то еще она вот что-то там влепилы. Я же понимал, что это что-то за грани. Я же понимал, что это где-то, ну, немножко за грани даже психотерапии, мне кажется, и психологии, и за грани медицины какой-то, да, и что это чуть, ну, очень странные какие-то проявления были у людей. И я на это подсел. Мне казалось, что она это все замутила, чтобы я вот на тренинг не попал. Но что-то думаю, чтобы меня одного вербовать слишком много актеров, что-то она... Как-то... 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 Как-то невыгодно это вот все мероприятие. Поэтому... Я к ней приклеился, ходил, 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 особо учался. И через три года я вышел в самостоятельный проект, который вот у «Национальная свободы». Я стал проводить мастер-классы, тренинги. И было очень сложно объяснять, что это. И год назад, по-моему, я увидел в Ютубе одного психолога, у него было много там что-то подписчиков, и у него было 100 видеороликов на разные темы, ну, ответы на вопросы. И я дал себе слово, что я за год запишу 100 индивидуальных сессий. И вот 100 индивидуальных сессий в Ютубе сейчас болтаются. Я в месяц снимал по 10 видеороликов. Это, знаете, как было, это вот в 10 утра мы начинали, 10 человек снимали подряд, вот сплошняком. И когда оператор так интересным был, мы с одним сначала снимали, потом другого оператора двоих взяли, с двух камер снимали. И когда пошли на обед, оператор говорит, я на пятом понял, что это не каскадеры. Он думал, что это подставные актеры приходят и вот, ну, играют. Я говорю, ты же видишься со всеми здоровыми, с ним нет никаких личных отношений. То есть я их первый раз вижу. И он, вот, он говорит, я только на пятый раз понял, что это может поправить все. На самом деле это все очень шокирует. Тому, кто не смотрел видеоролики или кто этот, вы можете посмотреть, там очень много материала. Сейчас уже, мне кажется, уже я настолько туда навыкидывал, что можете посмотреть, как это все проявляется. Я вам сегодня дам несколько таких упражнений, объясню просто, как это делается, для того, чтобы можно было самостоятельно это вытащить. Единственное, знаете, самостоятельно всегда сложнее. Самостоятельно всегда немножко, вот, своего скептика надо убрать. Потому что даже, я сколько смотрю, вот, сколько провожу мастер-классов, до конца не все верят. Не все верят, они туда смотрят, и вот, впивают, и вот, и когда начинается вот это, что это? Я же вам в начале объяснял. То есть в начале, когда ты первый раз с этим сталкиваешься, тебе просто там рассказывают, тебе кажется, что он такой. Но когда это происходит с тобой, это шокирует очень сильно. Откуда это все берется? Начинается все, на самом деле, если даже у тебя благополучная семья, у тебя папа с мамой, и они друг друга любят, и тебя вот так вносят, да? Где-то с 12 до 16 лет начинается период полового созревания, и начинается процесс, когда ребенок уже осознает, что я это теперь не мама с папой, а я это теперь я. И это первый этап, наверное, в жизни, когда включается эго. И мы себя отрываем от родителей, и часто же слышите от подростков, что вы меня вообще не знаете. Да? Это вот как это. И в этот период очень все стрессуют. Поэтому в этот период самое большое количество суицидов. В этот период все стрессуют и ловят вот такие вот всякие там эмоциональные блоки, стрессуют, это все вот зажимается. И получается, ребенок рос до 12 лет нормальный, в 14 раз и замкнулся. Плечи вот так, и он чуть-чуть там сам по себе разговаривает. И где-то к 20 годам он за счет своего образования и как-то участия, он немножко расправляется. Расправляет плечи и где-то начинает прорабатывать свои комплексы внутренние. И когда это все происходит, то второй этап начинается тогда, у девчонок начинается после замужества. Я, честно, не знаю, сколько раз спрашиваю, когда это у вас началось, они говорят, когда я вышел замуж. То есть половина хотят выйти замуж, вторая половина не знает, что с этим всем делать. И мне, ну, почему-то девочки испытывают очень такой вот, очень большой стресс. Нет, это, это, это... Это стоит тихий... Вот. Сюда положу. А то вот этот. Вдруг я рисовать буду, а потом выглядываю. Что еще? Я путем проб и ошибок совместил на самом деле несколько техник, ну как техник, подходов в один. Первый, кто начал давить и пина дебить, с подходом научным, это был такой рай. Кто психологией занимался, это, по-моему, в 80-е, он сделал аргонную камеру. Короче, он сделал туалет деревянный и обшил его алюминием изнутри, продавал там за бешеные деньги. Аргонная камера Райха. Он типа восстанавливал энергический потенциал тела. Ну, до сих пор есть. А? До сих пор есть. Сиди в такой камере. А, ну, помогу? Нет. Нет. Здесь, смотрите, Рай, вот то, что есть стенограммы его сеансов. И в университетах, которые до сих пор изучают, ну, вот кто-то там глубоко в этот копает. Он говорит, пришла женщина, легла на кушетку и положила руку ей на живот, спросил, какие взаимоотношения с мамой. Ее стало тошнить и рвать. То есть, ну, и вот такие. Единственное, что его техники передаются уже вот несколько поколений, но не все могут их применять, потому что нужно трансовое поле. Помимо физики нужно трансовое поле, это вот энергетика самого человека, биоэнергетика. И у кого это трансовое поле большое, он может эти техники применять. То, у кого он небольшой, тот может применять, но такой эффект будет очень посредством. И я на него наткнулся, на самом деле, у меня есть одна подруга, она написала мне на WhatsApp, скинула ссылку на, есть такой Менченков, структурная психосоматика в Питере, он психолог-массажист. Это у него как-то совпало, я не знаю. И она скидывает видеозапись сеанса, и там женщина, в общем, выворачивает все вот это. И я думаю, надо же, он через тело, через массаж вытаскивает зажимы, там, какие-то телесные, энергетические, это все у него так круто получается. Я начал его изучать, я его, наверное, все ролики, я вообще YouTube очень сильно благодарен за то, что знания просто там лежат. Я полгода пересматривал все. И я думаю, надо же, ну вот этот вот... Короче, кто не знает, кто играет, есть семь телесных зажимов, он разделил их вот на части. Это вот скальп, потом вот здесь, этот грудной, живот и, в общем, их семь вот так вот... Чакра? Чакра. Вот, то есть, мы же смотрим на человека и, ну, сколько боли там, и сколько страданий. На лице из этого отражается. И когда ты высвобождаешь вот эти эмоциональные блоки, это вот бонусом идет вот этот эффект воткса. Морщинки расправляются. Как только ты это все вытащил, вот лица прям вот натягивается, как барабан вот все. Это такой вот бонус. И когда я смотрел на вот его сеансы, думаю, ну, надо учиться. Полгода я изучал, я пробовал на тещи сначала. Теща не выдержала, убежала, больно говорит. Потом я на жене давай. Жена потом сказала... Теща вернулась через неделю, говорит, сделай еще, потому что мне легче. И я понял, что кажется, что-то в этом есть. И я стал на людях потом практиковать. Потихоньку, потихоньку. Но мне не понравилось в этой технике, что массаж длится два с половиной часа. То есть я закончил курсы массажа, там два месяца ходил, да? Я этот... И знаете, оказывается, прикоснуться к другому человеку, к постороннему. Это очень, ну, прям неохота. А когда приходят кто-нибудь, есть массажисты? Когда приходишь на курсы массажа, туда приходят волонтеры. Все эти разные. Все эти разные. И... Мое первое тело было... Мужчина там 85-86 лет. И... Преподаватель так говорит. Намазывай масло. Делай вот так. А я вот масло намазал и стою. Ого, делай вот так. Не могу я. И, короче, все равно потом мы делали, и это было такое первое преодоление. И... Я же максималист. Мне нужна лучшая кушетка нужна. Я себе купил кушетку после этого. Ну, я знал, что я не буду массажистом, но я хотел попробовать и сразу на хороших снарядах. И я... Мне не устраивала там... Какая-то кушетка. Я купил кушетку за 500 долларов тогда. Медикал там что-то там был. Американ Медикал. Короче, прям профессиональная кушетка. Я до сих пор не жалею. Но тогда это было в надрыв. То есть денег не было, а я все деньги вытащил. Думал, кушетку если поставлю. И я делал антицеллюлитный массаж. Потом дядки сделал. Потом еще там это... 10 сеансов. И, в общем, если кто-то вам говорит, что вам будут делать антицеллюлитный массаж, и вы похудеете, не верьте. От антицеллюлитного массажа худеет только массажист. Наоборот. Там 7 потов сходит. Вы не представляете, сколько энергии уходит. Физической, эмоциональной. Сегодня массаж недооценен. То, что мы сегодня платим за массаж, это копейки. И поэтому я хожу всегда. Вот кто спрашивает, как ты восстанавливаешься, я буду через массаж. И я представил, что я всю жизнь буду делать массаж. По часу, по полтора. И я же понимаю, что 8-часовой рабочий день, 8 часов массажа, как я его держу. Если не 8, тогда хотя бы 3 часа надо. Тогда сколько мне должны платить, чтобы меня это устраивало? Декомпозицию я сразу, сколько можно заработать. И я понял, что меня не устраивало. То есть, 2,5 часа массажировать, чтобы вытащить там что-то, ну, не устраивало. Потом я наблюдал только на чистой энергетике, сколько вытаскивать один блок, да? Я сейчас блок говорю, это вот эти вот проклятия в спину, когда кидают. Тели человека, вот так его выворачивает тело. Ноги в другую сторону, лицо немеет. Ужасно вообще всё. И если только на энергиях, это от 3 до 5 часов нужно с человеком сидеть, и он вот его там вот так колбасит. Во-первых, ему не очень. Человеку, ну, реально страшно, да? Кто был на холотропе, тоже там бывает. Видели вот этот выворачивание? И я думаю, если одному человеку 5 часов, я опять делал эти композиции, у него ничего не получается. То есть, ну, никогда я не заработал. Ну, в смысле, вообще. То есть, кипя я очень низкий с такими показателями. Потом психология. Коучинг, давай я начал ковырять коучинг этот. И когда я выяснил, что... Кто-нибудь коуч уходил? Есть такие? Да. За первые 3 сеанса ты платишь за то, чтобы научиться доверять коучу. Терапии нету. Терапия начинается на 4-й, где-то 5-й уже. То есть, уже ты чувствуешь, что у тебя начинает там что-то там сдвигаться. Я думаю, что это все длинно. Мне вот, честно, меня вот очень... Я тороплюсь всегда. Я не могу долго. Мне надо сразу. И... Я... У меня очень много инструментов от коучинга я где-то набрал. От НЛП есть, да. То есть, я человека могу довести вот словами до слез. Вот избить так, что он уребется просто. Ну, это такая садистская практика, мне кажется. Ну, такой... БДСМ словесный. И... Ну, это тоже долго. То есть, одного человека надо хлестать словами, ну, тоже там где-то, ну, час, там, полтора. И потом этот, потом еще его в себя приводить надо же обратно. А? Ты же не та скажешь, типа, ладно, иди там, ну, все, да? А... И поэтому это тоже где-то два с половиной, три часа, ну, вот, по-хорошему. И я думаю, а если это все вот в одном? Вообще, так не думал, это просто случайно получилось. Я когда человека поставил, поставил его подышать под энергией. А потом начал вот этот помечник ему продавливать вот эти вот его все зажимы. И эффект меня поразил, потому что десять сеансов сократилось до пяти. Сразу в первую же неделю. Потом через месяц пять сеансов сократилось до трех. И потом... Вот сегодня двадцать минут. Сегодня двадцать минут. Если человек понимает, куда он пришел, вот так просто. Двадцать минут и нет. Но... Сегодня будем делать? Я не знаю. Пожалуйста. Двадцать минут, это, знаете, это ужасный кошмар. Я... Вот так все течет. Со всех вот... Мы последний тренинг когда делали в Алматы. Да, на двести человек мы когда собрали, я думаю, что-то мало людей колбасит. Да, там вот человек сорок вскрыло задним из двухсот. Но это как это, знаете, это как психиатрическая больница на природу уехала. Это что... Это что-то очень там страшное творилось. И я потом дома уже жене говорю, ты знаешь, что-то мне так этот... Как-то вот двести человек было, всего сорок вскрыло, как-то, ну, кажется, мало. Она крыкает, я просто в туалет не ходил. Там, говорит, со всех дыр, со всех с ним все течет, все. Там, говорит, очереди, ну, то есть там пробивает людей, поэтому, говорит, не переживает, каждый свое получает. Я к чему? Даже если сегодня вы просидите и ничего вы сейчас не почувствуете, оно будет, оно работает. Я по-другому не умею. Вы сейчас не ждите ничего, потихоньку начнет накрывать, я подойду. Хорошо? А? А? Вот, вот. Уже связано. Ага. Потихоньку будет накрывать, вы сидите, поплачете, там где-то этот, буду подходить, будем работать. Почему? Потому что мне нравится работать с большой аудиторией. Для меня это не сильная энергозатрата. Потому что, когда человек приходит на индивидуальную сессию, происходит вот так. Здравствуйте, здравствуйте. С чем пришел? Я не знаю. Вот так. Типа удивляет. И ты думаешь, блин, как тебе тут танцевать с тобой. Вообще мне нравится еще, ну как нравится, напряжение очень большое с мужчинами, когда, приходит мужчина и ты их спрашиваешь, ну зачем пришли? Это жена правило сказала прийти. Я говорю, ну у вас-то вопросы есть, там ли все нормально? И вот представьте, за час мне надо, да? Человек, который вообще, вот, я говорю, вы ему хоть что-нибудь показали? Да нет, ничего нет. Не подготовлено. Не подготовлено. Раньше мне еще хуже было. Раньше отправляли мужчин ко мне вправить спину. Понимаете? А получается совершенно другое. Это как только в той карикатуре, да? Там доктор стоит. Доктор, вы уверены, что главное именно там, да? То есть это вот как-то так было. Я привязывал эмоции к спине, потом вытаскивал эмоции, потом справлял спину. То есть я шел вообще от обратного. Со спиной я тоже вот, знаете, я к чему это все рассказываю, чтобы вы поняли какое мышление, да? То есть я не верю на слово. Мне надо все перепроверить. И вот эти вот образования, у меня их 4 штуки, они мне дают покоя же. Мне же надо все там структурировать. Мне надо, там, фотоанализ, да? Мне надо, чтобы была статистика. То есть и когда есть положительная статистика, большая, вот в сторону, что это хорошо, то в принципе я говорю, да, это работает. То есть я перепроверяю все очень сильно. И со спиной у меня была грыжа. Вот поясничная. И у кого уже она есть или была, это вот садишься, а потом не можешь встать. Встаешь, потом не можешь сесть. Это ужасная вообще вещь. А за рулем проехать 2,5-3 часа, это муки. У тебя здесь сводит, там что-то это. И у меня товарищ один, он съездил в Петербург к одному, человек научился по видеокассете какой-то там ВИЧС, ВХС. Короче, по вот этой кассете еще научился по китайской там что-то, научился себе вправлять спину. Он сам был травмирован после аварии и не мог ходить. И по кассете он себе поставил. Потом он начал сам что-то делать. Короче, товарищ съездил к нему в Питер, приехал. Я говорю, слушай, и он начал на нас тренироваться. А у кого болит спина, то там не до тренировок, да? То есть ты вообще боишься лишний раз кому-то довериться. Потому что у тебя грустно, у тебя хуже, чем было. И он типа, давай, давай, а отказать неудобно. Я говорю, ну ладно. И он вправил. И я наклоняюсь, и она все равно болит. Он говорит, как? Я сейчас вспоминаю, мне когда люди так говорят, знаете, как обидно. Я говорю, да ну что-то. И самое интересное, что спина, почему люди неблагодарны, потому что ты не понимаешь, когда она перестала болеть. Вот он мне вправил спину, сделал, да? Я на вторую неделю понял, что она болит опять. Я только тогда понял, что две недели спина не болела. Я к нему, я ему звоню, ты дома? Он говорит, нет. Я говорю, я сейчас приеду. Он говорит, я буду поздно, я дождусь. То есть, когда ты смирился с этой болью на всю жизнь, и когда тебя освободили там хотя бы на час, ты уже с ним не согласен. Я у него возле дома. Он мне опять вправляет, я опять неделю хожу нормально, опять вылетаю. Я опять к нему. Я говорю, ты меня объясни, научи. Он говорит, нет, я тебя учить не буду, короче. Я говорю, ладно. А я человек такой, знаете, вот от меня, когда мне что-то надо, от меня очень тяжело отвязаться вообще. Вот если я что-то вот захотел, это нереально. От меня вот просто так и отделаешься. Я за ним хожу. Это я почему, вот я уже в каком ролике говорю, что октау, отрау, вот это люди, которые если им что-то надо, они от тебя не отстанут никогда. И вот я такой же сам. А дай? А дай? Да, да, да. Они вот так. Вы где? Я говорю, в Алма-Ате. Я сейчас приеду. Я говорю, я сейчас вылетаю в Астану. Это я с женщиной разговариваю. А самолет там после обеда. А это, мол, утром. Она говорит, вы в Астане будете? Я говорю, ну я сейчас лечу. Я прилетаю в Астану. Она мне звонит. Вы где? Я говорю, я в Астане. Она говорит, я поняла адрес, дайте. Я говорю, вы где? Я в Астане, я прилетела. Она из октавы прилетела, пока я ей, короче... И после этого я, ну, когда октаву, отрау, слушаю, я так это... Чего им надо? Лучше сразу отдать, чем объяснять, ну, это... И я вот за ним вот так ходил. То есть он просыпался, и я уже у него дома. Короче, дождался я своего звездного часа. Он сорвал себе спину. И получилось так, он не может ходить, он как спина падает. Вправь. Я говорю, я же не умею. И он говорит, я тебе объясню. Надо было. Я говорю, объясняю. И он мне объясняет, я вправляю. Но он объясняет, он вот так надави сюда, надави вот так объяснил. Он мне объяснил полную картину, ну, то есть... Я не знаю, то ли он сам не знал, то ли он просто не хотел объяснять. Короче, он просто сказал, куда давить, что делать. Я сделал. Потом, этот... Стали приходить люди, я говорю, ну, дайте попробуем. Стал на людей вправлять, им стало легче. И вот после этого я пошел на курсы массажа и вот в АГИУФ. Это институт усовершенствования врачей. И там прошел курсы массажа, и там нас заставляли эту анатомию учить. Я во всяком случае понял, что это такое грыжа. И вот опираясь на вот эти знания немножко анатомии, я понял вообще, что там происходит. А по вот этой методике, которую он привез из Питера, надо было 15 сеансов. Это где-то от месяца до полтора месяца, чтобы спина потом не болела. Из-за того, что я ленивый. Я же не могу. 15 сеансов много. Но вот долго я не умею. Там учат три позвонка. Три позвонка больше не надо вправлять. И первые там полгода я верил. Я ручкой отмечал, какие позвонки. Потом вот этот научный подход, я вот так стал делать. Я все позвонки мерю, где куда съехал. На спине пишу. Потом три позвонка вправляю и думаю, дай заново проверю. И картина совершенно меняется. Тогда я понял, что в правил ты один позвонок, 20 позвонков. Разницы никакой нет, картина все равно меняется. Но я тут уже аккуратно. Я сначала пол спины и на второй сеанс еще пол спины. Потом смотрю, ну всем хорошо. И стал ставить вот сегодня пять минут. Поставить позвоночник, чтобы не болело пять минут. И это все привязано к эмоциональным вот зажимам. Потому что есть позвоночник, который всю жизнь кривый. Всегда защемление. Но болит только тогда, когда у тебя стресс. Сначала из-за вот женщины я стал привязывать к мужчинам эмоции и потом спину. Это оказалось правдой. Сначала это было вынуждено. Ну, а это оказалось правдой. И позвоночная грыжа, вот эта вот поясничная, которая, это деньги и секс. Это испыток или нехватка. Ну, в основном из-за нехватки. Потому что энергия сексуальная, она передавливается и тебя в глаза убивает. Когда денег у тебя мало не хватает, спину ломит. Ну, все вы знаете, когда большую сумму потерял. Или когда заплатил за товар, и он едет две недели вместо трех дней. Знаете, то есть, это вот спину, поясницу прям выбивает очень жестко. Раньше я не понимал этого. Я не понимал, что наши шефы пьют, когда машина приходит. А они, конечно, столько денег отправили, сидят потом там, молят. Доедет, не доедет. И грудной отдел. Грудной отдел – это тогда, когда ты переносишь ответственность на кого-то за свою жизнь. Вот за мое счастье отвечаешь теперь ты. И это вот здесь, это позвоночник. Это вот эта вот жертвенность или обвинение когда-то. Это со мной случилось, потому что он козел, или она там дура, или что-то такое. Это перенос идет. Шейный остеохондроз – это те люди, которые берут чужие проблемы на себя. Это те люди, которые спасают всех. Это люди, которые наносят непоправимую пользу, не спрашивая тебя. Это вот мамаши такие есть. Кушай, я не хочу, ешь, я тебе сказал. Вот это вот такие. Вот ешь, я тебе сказал – это шейный остеохондроз. И у меня снова так есть. Это вот по плечам видно, они такие покатые, вот так они делаются как-то. Это вот люди, которые… И вот это спасение людей – это отсутствие любви к себе. Ты любишь себя так вот извращенно, потому что напрямую я себя не могу любить, но я тебе помогаю, ты мне благодарный, и я себя люблю тогда. Это такое вот… Ну это, ну, ты напрямую не можешь почему-то, но через людей тебе надо вот через подтверждение. Но этим ты не наедаешься. И ты всем-всем помогаешь, и потом люди сволочи, потому что они неблагодарные. А они не просили. Они не просили. Да, сами. Они тебя не благодарят, и из-за этого ты злишься. Понимаешь? Вот тебя не просили, ты помог, и ты ждешь еще спасибо. А чего не просят? Ну просят – это уже тебя пользуют, но… Да, да, да. И вот перенос ответственности за свою жизнь, да, очень часто… Вот, ну, это сегодня… Это, наверное, я думал, это в современном мире перенос ответственности такой идет. Но это было всегда. Перенос ответственности за свое счастье на другого человека – это было всегда и у всех. И это вот… Помните первое глехопадение вот это вот? Туда сейчас немножко… Я очень коротко сокращу эту всю легенду, эту всю… Короче, Адам и Ева. Они там в раю. Теперь вот это древо познания добра и зла. Они едят, короче… Она ест яблоко, Ева зашла, потом она виновата всю жизнь. И до сих пор ее все просить никто не может, да. И она потом Адаму подпихнула. Ну, как… Адам сел. Теперь Бог приходит в рай и говорит, Адам там… Ева там где… А они там по вкусам сидят. И он говорит, вы что там прячетесь? Они говорят, ну, ноги. То есть, они первый раз осознали, что они голые. И нам стыдно. И он их спрашивает, Адам, ты что, яблоко ел? Ну, там, плод ел запретный. И вот сейчас начнется самое интересное. Жена, которую ты дал мне, ела. И я ел. Сначала… Я, конечно, виноват, но сначала, короче, ты виноват. Потом жена, которую ты дал мне, а потом я. И вот это первый перенос ответственности. Если кому интересно… Я прямо специально искал вырезки из Библии, потому что Библия не оказалась под рукой тогда. И оказалось, что в Гугле нет Библии. В аудиторном варианте. И он говорит, за то, что ты на себя не взял ответственность, ты всю жизнь будешь работать в поте лица, короче, зарабатывать себе на хлеб. И для мужчины очень важно, чем больше ты берешь на себя ответственности, тем легче ты живешь и не легче ты зарабатываешь. Чем больше ты будешь от себя ее скидывать, тем хуже тебе будет, ну, сложнее тебе будет жить. Это, ну, на самом деле, правда. Вот чем больше ты берешь ответственности, тем легче тебе становится, если ты мужик. Женщине наоборот. А женщина за то, что она там первая была, там съела и Адама еще собратила, в боли говорит, будешь рожать и всю жизнь подчиняться мужу. И вот женщина, которая подчиняется мужу, ну, как бы, у нее тоже все хорошо. Ну, это вот такое короткое. Поэтому не перекладывайте ответственность на кого-то, берите на себя всегда. Всегда, когда с собой что-то случается, очень важно спросить, ну, что со мной не так? И у меня иногда тоже меня заносят, я там думаю, вот почему они такие козлы, а вот раньше было там что-то по-другому или как-то, да? А потом я думаю, может, а что со мной не так? И я вот начинаю себя ковырять и нахожу свои какие-то триггеры и с ними потом прорабатываю. Вы не найдете никогда человека, который вам что-то сказал, вы поняли и вам хватит это на всю жизнь. Состояние развития личности, оно перманентное должно быть. Оно должно быть постоянное и нельзя останавливаться. Все женщины, они хотят изменить мужчин. Да? Все. Они, Тян, давай развивайся, пойдем. И часто женщины вот так говорят, мой мужчина вообще не развивается, он вообще где-то эзотерика нафиг там. Типа, а я хочу так, чтобы он изменился. Знаете, самое интересное развитие мужчины и женщины, вот личностное именно, оно немножко разное. Женщина в лет пять-шесть будет по тренингам ходить, что-то читать. Она ходит, ходит, ходит. Ей кажется, что вот ее уровень богини-могини там уже вот такой. А мужчина что-то как-то не дотянул. Потом она мужика тащит, тащит, тащит. В какой-то момент у мужчины происходит вот такой. Поп. И все. И он тебя уже опять сверху вниз начинает учить. Резко это происходит. Все, кто хочет там, я хочу, чтобы ты изменился, чтобы ты понял, мужчины меняется вот так. Да. И потом выдержать умного мужика, когда ты шесть лет над ним издевалась, очень тяжело. Знаете, сколько разводов после того, как она осознала, что, оказывается, он как-то осознаннее, чем я? У нас почему-то по-разному мы развиваемся. Мужчина логику понимает быстрее. Ну, как в развитии. Для того, чтобы изменить другого человека. Очень всем часто спрашивают, я хочу изменить жену, я хочу изменить там мужа, да? Нет, вот ничто так не ускоряет развитие твоего мужа или вот твоего молодого человека, или твоей супруги, или твоей девушки, когда ты начинаешь стремительно развиваться сам. Когда ты стремительно начинаешь развиваться сам, она вот так делает. А как я? Ты будешь лучше, чем я, и она начинает бежать. С мужчиной то же самое происходит. Ты там похудела на 30 килограмм, и он на тебя смотрит, и он тоже захочет. Потому что ему надо соответствовать теперь тебе новой. Поэтому доводите своих супругов или жен до тех пор, пока она сама не побежит. Никуда не зовите, не предлагайте. Просто начни быстро меняться сам. И твое резкое изменение твое приведет к развитию твоей второй половинки. Быстрее, чем ты будешь его пилить там, кстати, туда. Не нужно. Как вытаскивать эмоциональные блоки самостоятельно? Первое – это письма прощения, которые в YouTube я уже всех ими задрал, мне кажется. В каждом прямом эфире «Письма прощения», «Письма прощения» идите, пишите «Письма прощения». «Письма прощения» вы когда будете писать, вот такие талмуды будут. Вы напишите, как Лев Толстой. Вот вы три «Войны и мир» напишите. Это кажется, что я всех простил. Из подсознания выскакивает столько, что ты очень сильно поражаешься, почему ты это помнишь вообще. Тебе кажется, что уже все прошло, уже забыл. Но нет. Особенно женщины. Женщины, вы же помните все. Вы же ничего не забываете. Женщины, вот знаете, вот измены, да? Когда муж изменил жене, женщины не прощают никогда. Вот вы не можете забыть, даже если вы захотите. Оно постоянно будет вертеться где-то вот. Вот здесь? На языке будет вертеться. Оно здесь вертится потом. Спи и садись. Это нормально, садись спи. Кого вот козун клонит, спите, ничего страшного, я не обижаюсь, это так работает. Мужчины, женские измены, мы способны забыть или там простить как-то. Но там есть такой нюанс, если он сразу тебя не убил, то он может быть завтра тебя простит. Мужчина очень реактивный. Мужчина очень реактивный. Если он такого увидит, то тебя убьет просто сразу на месте. Но если ты вовремя убежишь, потом придешь, поговоришь, мужчина способен забывать. Женщина не забывает. И женщине, чтобы забыть, ей очень важно придумать легенду, что этого не было. Если ты хочешь с этим мужчиной прожить нормальную жизнь, то вы должны придумать легенду, что типа этого ничего не было. И ты должна в это сама поверить. И он ни при какой ругании он должен тебя останавливать. Этого же не было, ты что забыла? Ты гонишь или что? И все. То есть он должен тебя в этом поддерживать. Ты должна его поддерживать в этом же вранье. И тогда это забывается. Потом это может сойдет. А так по-другому нет. Как вытаскивать блоки? Письма прощения. И есть еще аффирмации. Женские аффирмации. Все думают, что это я написал. Это не я. Я таких слов позитивных много не знаю. Вот то, что в ютубе, это не мои слова, это Александр Свияши. Это кто-то мне переслал. Я не помню откуда, почему они переслали. И я сначала их просто скидывал, читайте там три раза в день. Но сегодня я понимаю, что заставить человека читать нереально просто. Поэтому мы записали в студии прям аффирмации. И они стали настолько популярны. Это самое популярное видео у меня на ютуб канале оказалось. Ну просто там какие-то количество просмотров нереально. И смотрят все. Это я его не продвигал, ничего не ел. Просто выложил и оно просто там все смотрит. Поэтому Александру Свияши большое спасибо. Слушайте аффирмации даже если у тебя сопротивление. Или наверное так, особенно когда у тебя сопротивление. Там есть фраза, которая не очень, ну вот тебе кажется, что ну что-то фигня какая-то. А некоторые еще звонят, говорят, а вот вы там про мужчину пишете, а у меня же нет мужчины. Может про него не надо ничего говорить? Когда появится, потом типа я буду говорить. Он никогда не появится, если у тебя такое сопротивление. В кино вы видели, когда первый раз человека убивают, да? Он потом вырывает. То есть когда ты перешагнул грань дозволенного, происходит вот эта раскольцовка. Ты думал, что это нельзя, но ты сделал, и у тебя раскольцовывается, и тебя рвет. День 3 тошнит, ты рвет, тебе плохо по носу, тебя все выколотит. Три дня, когда происходит вот этот обрыв нервной связи. Я очень часто даю такое упражнение, когда вот люди упираются в потолок финансовый. Они говорят, я зарабатываю 300 тысяч, вот дальше не могу выбрать, допустим. Я говорю, возьми 300 тысяч, купи себе кроссовки. Вот для этого человека 300 тысяч, вот вы же понимаете, это месяц он работает, и купить себе просто... Ладно туфли, кроссовки. Как бы красивая обувь, которая на выход, человеку это можешь оправдать. А кроссовки на повседневку, ну как-то... И у человека получается рвутся нервной связи. Ну вы все делали это. Потом тошнит, тебе охота их поставить под стекло с подсветкой, чтобы она вертелась там. Потом ты их не носишь, а их надо носить. То есть это вот, у тебя уровень нормы прорывается, и ты начинаешь видеть денег больше. Вот бизнесмены, когда приходят, это очень часто бывает так, что у человека есть структура бизнеса, у него есть бизнес, и у него идут деньги. Но он как тратил 300 тысяч, так и тратит. Да? И он говорит, у меня там оборот, у меня деньги. И вот есть два выхода на самом деле. Либо ты не зарабатываешь больше трехсот, сколько тебе надо. Или если ты зарабатываешь сильно больше, чем 300 тысяч, все, что больше, ты будешь раздавать. Все, что больше, ты будешь раздавать, потому что у тебя это не входит в твою голову. И сегодня таких предпринимателей очень много. Одна фирма зарабатывает деньги на всех, и еще 17 которых просто так содержит. Годами. И ему кажется, что это на развитие, вот он себе наврал, и он все деньги туда раздает. И чтобы это прекратить, очень важно свой уровень нормы задрать. Когда ты задираешь уровень нормы, ты понимаешь, что раздавать нельзя, ты это все закрываешь и оставляешь только то, что приносит доход. Полгода проходит между тем, вот смотрите. Сейчас. Полгода нужно, вот если ты зарабатывал вот так. Если ты здесь, допустим. Я вот так сделаю. Кому надо добавляйте, кому удаляйте. Что надо писать? Не, не надо, я просто объясню. Короче, смотрите. Вот уровень твоей нормы, и ты какую-то дельту заработал больше, чем вот это. Допустим, тебе подняли вот так. В течение полугода у тебя будет ощущение в 6 месяцев, что ты столько не стоишь. Кому повышали по должности, вот ты работал-работал, раз, ты должность подняли, и твоя зарплата стала там в 2 раза больше. И тебе кажется, тебе на работу даже стыдно переходить, потому что тебе кажется, что, по-моему, они переплачивают как-то. Полгода вот этого стеснения. Да? Ты на совещании сидишь там, ой, твои руки. И что происходит в течение полугода? Ты так же работаешь, но зарплата 2 раза больше. Что происходит в течение полугода? 500 долларов, вот эти, которые у тебя в дельте, которые приросли, ты будешь тратить. Ты будешь отдавать их родителям. Ты будешь отдавать молодому человеку. Ты ударишь машину. Ты затопишь соседей. Соседи затопят тебя. Вот, короче, полгода будет происходить какая-то фигня, и все это будет вот на вот эту дельту, на 500 долларов. Это очень странно. Ты потом сидишь, считаешь, откуда вот, где это вот, откуда я не знаю. Знаешь, что происходит с мозгом твоим? Ты будешь вот эти деньги сливать на все, чтобы остаться в своей зоне комфорта. У мозга есть функция вот этой вот безопасности. И даже когда денег больше, для него стресс. Ты же меньше не будешь зарабатывать. Он будет генерировать все равно на тысячу долларов. Но когда ты нагенерировал случайно, допустим, на полторы или на две, вот эту лишку он будет снивать. Полгода. И чтобы вот этого лишнего не происходило, нужно взять вот эту месячную, месячную облату и слить себе на каком-нибудь вот ништяк. Но только чтобы он был из другого мира для тебя. Это должно быть так дорого. Это должна быть одновечно, прям дорого. Это независимо даже от доходов. Потому что если вот, ну, можно же трусы за полторы тысячи долларов купить и с ума сойти. Да? С ума сойдешь просто. Потому что это с другого мира. То есть не нужно покупать, знаете, почему нужен коуч или тренер для того, чтобы выбрать, вот трусы тебе покупать все-таки или кроссовки. А тренер должен тебя направить туда, куда тебе страшно. И я вот так проверяю. Вот так. Трусы или кроссовки? Я говорю, конечно, кроссовки. Купи трусы. То есть там, где страшно. Там, где твой страх, там наибольшая точка роста для тебя. Потому что ты всегда идешь туда, где ты знаешь. Мозг не направит тебя туда, где для тебя неизведан. Тебя он направит туда, где легко. Поэтому нужен тренер и взгляд со стороны, чтобы не тратить лишних денег. Он тебе сразу скажет, потратить на трусы. Ты скажешь, все. Тебе его качать. И это надо носить потом. Или, то есть, ну некоторые думают, знаете, как там, я сейчас потрачу там 15 тысяч долларов на себя, куплю себе машину. Это не то. Лучше трусы за полторы купи. То есть надо, чтобы прямо в голову, вот цена не помещалась в голове. И если после этой покупки тебя не тошнит, не рвет, а ты испытал удовольствие, умножь сумму на три. И тебя вырвет. И когда тебя вырвало все, все окей. Три недели, три дня полежишь, потом чуть-чуть это, где-то примерно 21 в день ты приходишь в себя. Там еще другая эволюция начинается. Кто-то сумку покупает, кто-то часы покупает себе. Кто-то из предметов роскоши. И сначала у тебя такое ощущение, они прямо жгут и горят. Тебе кажется, что все на них смотрят как-то. И тебе даже неловко так, что ты выпендриваешься. На самом деле всем плевать все хотели. Это вот первое время, оно такое, ты стесняешься. Потом тебе кажется, что это нормально. Где-то через полгода включается гордыня, эго. И ты начинаешь людей мерить сумками, кроссовками, часами. Вот какую-то фигню ты себе купил, трусами не получится, потому что подглядывать не сможешь. Но вот ты будешь менять. Если у человека такая сумка, значит он не достойный, я с ним поговорю. Если не такая, то тогда не разговаривай. Это гордыня. Через полгода тебе очень важно потом выдержать удары судьбы или удары твоих друзей. Когда у тебя нос задерется и тебя понесет, ты должен вовремя осознать, что ты обычный человек. Если ты не успеешь, то у тебя вот это все заберут. Тебе с должностью выкинут, там еще что-то. То есть у тебя заберут. Или заклад два раза слезут. Поэтому очень важно вот эту эго держать. То есть, ладно ты перепрыгнул, но потом свое эго где-то через полгода надо его обратно встойло. Работа с гордыней это, наверное, одна из основных деятельностей человека в процессе его жизни. И не знаю, я вот всем советую этого интервью вышла на Бигмане. Смотрели, да, этот Маргулан? Вот запишите себе, это вот человек, который... У него просто настолько простой. Я после этого интервью Бигмане Маргулан Сисимбаев. Он, оказывается, встречается с людьми там каждый понедельник и четверг, почему-то в 5.30 утра в партии президента. И я на следующей неделе, в общем, если проснусь, я побегу. Я думаю, что я с ним пойду. Ну, мне интересно как-то. То есть, у него уровень Мега очень низкий. Или он с ним очень грамотно работает, потому что у меня Мега очень много. И я с ним работаю уже на протяжении 8 лет прямо осознанно и понимаю, что меня заносит. Я хвастливый, я высокомерный бываю. То есть, это прямо есть. И я это в себе очень сильно не контролирую. Это надо отследить. Самое страшное, что отследить надо. Ты отследил, пол работы сделал. Потом отследил, осознал и потом как бы изменил свое отношение к человеку и оно вот сходит. Вот вся работа вся в этом. С гордыней есть несколько, вот три, три метода, то что я нашел. Ну, вот то, что у меня вот сработало, на чем я вот за вот эти 8 лет изыскания, это вот первое принижение. То есть, когда ты думаешь, что ты крутой, но должен найтись человек или ты сам себя, тебя должны зачмырить. Я просто говорю, да ты чмо последнее, короче, и тебя вот финально. У Алишера Лебаева был тренинг, называется, ты говно что ли или что-то такое. Это он давно проводил. И там весь смысл в том, что ты встаешь, представляешься, ты говоришь, меня зовут Ата, я там этим занимаюсь. И он тебе чмурит, короче, лет 15. И так всех по очереди. Я думал, если он до меня дойдет, как я сдержусь, чтобы его не удали? Он такие слова находил тогда. Не знаю человека. Да. То есть, основная задача – тебя принизить. Это вот по гордыне. Но, знаете, очень тонкая грань между гордыней, вот когда тебе гордыню сбивают, спесь вот эту твою, и потом заниженная самооценка, когда появляется. И поймать вот этот баланс очень тяжело. Ты можешь себя зачмырить так, чтобы потом вообще ничего делать никогда не будешь. Поэтому он очень такой опасный. То есть, унижение, да? Унижение. Второе – это более такой осознанный случай. Вот это уровень сознания такой, можно чуть пониже, да? Второй метод, он я нашел… Короче, к своим машинам уже все так очень относимся, особенно мужики. И очень вот это… И у меня первый автомобиль, я там еду, припарковал машину, зашел в магазин, а Алмата же горе стоит. И я выхожу, и на мою машину скатилась другая. Воды попил. Зна? И я выхожу там, ну… Я же знаю, эмоциональные блоки, нельзя нервничать. А это твой автомобиль же, ты твой автомобиль. И я стою, и… Или вы сейчас отдаёте дорого, или вы делаете так, чтобы меня это не касалось? Они говорят, мы сделаем так, чтобы нас это не касалось. Ну, тебя не касалось, это хорошо. Они говорят, завтра утром там, они что-то созвонились, КПСО, вот такое, ну, за недаль адрес я уехал. Договорились за 10 утра, в 10 утра приезжаю, они говорят, и я выхожу из машины, и они не орут на меня. Как так можно? Что вы себе там… Ну, короче, а если бы там что-то… Я говорю, что случилось? Телефон свой не оставил, наш телефон не взял, техпаспорт не взял, ничего не попросил, сел, уехал. А если бы мы тебя кинули? Я говорю, знаешь, если бы меня кинули, я бы поехал на работу, и ваше вот это говно бы не слушал бы. Они вот так… Загоняем машину. Мы загнали машину на ствол, и он говорит, давай я тебя на работу отвезу. Вези. И он меня до работы, и он все извиняется по дороге. Я говорю, ты знаешь, ты не извиняйся, потому что, ну, нормально же ты делаешь… Ну, какие вопросы? Короче, пока делали машину, он меня возил домой и на работу, туда обратно. Он утром приезжал за мной, отвозил на работу, и вечером отвозил потом. Я говорю, не надо, я на такси поезжу. Он говорит, нет, я тебя буду возить. И каждый раз он извинялся каждую поездку. Я говорю, ты знаешь, вот я говорю, вот ситуацию думал, ты можешь не извиняться вообще-то, я думаю, ты не виноват. Он так, как это не виноват? Я говорю, я масло хотел в коробке передач поменять уже два месяца. Масло вожу, времени нет. Я говорю, и вот ты вот на меня скатился, теперь мне вот масло поменяют в коробке. Он вот так… А я хотел ручник два месяца сделать. У него ручник сорвался, он на меня скатился. Я говорю, ну вот видишь, никто не виноват. Единственное то, что ты платишь, и все, и оно. И он замолчал, и потом говорит, вы кто? Он за мной еще две недели ездил, чтобы отполировать машину, там это крыло. А мне времени не было, и она высохла, так и высохла, и так и езжу до сих пор. Это вот второй способ, когда ты дышишь блоки свои. Ну то есть за каждую ситуацию ты человека прощаешь прямо вот в моменте. Но это осознать очень, знаете… Очень сложно вот не быть реактивным. Потому что, ну вот, реакция, она первая идет, да, там… Убью там или как-то это… А потом вот эту реакцию надо… Продышать, и ты успокаиваешься, и потом ты можешь прощаться. Если вытаскивать, да? Ты когда дышишь, они не возникают даже. Вот этот стресс, он у тебя не сотревает. Ты его раз и… и вот этих блоков нет. Да. А он даже… Это вот про дышать. Третья… Я на себе буду рассказывать, потому что это запоминается легче, ну, кейсами. А потом проходит какое-то время, и я уже вроде такой уже, типа, осознанный там… Уже знаю… Вообще, каждая твоя заявка, когда ты говоришь, я там любящий, я осознанный, я там… Какой-то там… Вот каждый раз тебя будут мед проверять. Тебе будут пинать под дых и спрашивать, а так ты любящий еще или нет. Да? То есть тебя будут бить. И… И… И главное, в общем, выдержать. Если ты выдержишь, потом пинки прекращаются. Когда ты сам поверишь, тогда бить перестают. Да. И вот очередной раз, когда у меня эго, вот, нос поднялся, задрался. Вот кто за рулем, тот понимает же, да, что бывает день, когда тебя подрезают все. Да? Да? Нет. И ты вот не можешь, ты вообще не поймешь, что случилось. Вот это первый признак того, что у тебя эго. Да. А? Потому что это… Все… Гондон и один… Да, да. Потому что ты только один умеешь плавать, а вот ездить остальные никто не может. Ты шумакер, остальные как-то что-то… Один медленно, второй – быстро слишком. И… Что я делаю? Я обычно или останавливаюсь, или еду дальше, но я дышу. И я начинаю осознавать ситуацию, и вот… Из чего вот исходит моя вот эта гордыня? И откуда вот это раздражение? Как только я понимаю, откуда это раздражение, вот это все прекращается. Тебя никто не подрезает. Тебя никуда, никто за тобой не гонится там. Ну, ничего такого нет. И… И тут я еду, дышу, и не помогает. Я остановился, дышу, минут пять постояли, опять еду, не помогает. А мы ехали в Мегу с семьей погулять там… В Алмате. В Алмате, да. И приезжаем… Там можно садить. Да, да. И приезжаем в Мегу, и пошли в Харбисе есть эти коктейли молочные. Да? Ну, вкусный метод. И мы… Я говорю, я пойду коктейли возьму, вы сидите там за столиком. Я пошел за коктейлями, стою в очереди, и по мне едет детская коляска. Вот, всю дорогу я ехал, меня подрезали, а тут прям по мне едут. Это не на ногу наехали. Прям по мне. То есть, вот здесь была колонна сзади, я вот так стою, да. Девочка, она не могла проехать, вот она не вмещалась как-то с коляской, и вместо того, чтобы попросить там отойти или как-то, она ничего лучшего не нашла, как наклонить коляску вбок, в сторону колонны, и поставить колеса мне на колени вот сюда. И она по мне вот так проехала. И я… Я же раздраженный, да? То есть, это же, ну… Она же не знает, что я так раздраженный. Я поворачиваюсь, а девочку никогда не били. То есть, ну, она вообще не понимает. Ну, типа, она такая, ну, пропустите… Ну, она вот такая какая-то… А муж, который рядом, молодой, его, видать, били. И у меня начинает этот… Все уже, у меня начинает пара из ушей. Я стою и думаю, ну, это мудак. И все, я здесь целый стою, а ты тут, короче, какого хрена ты со своей тележкой тут стоишь? И столько говна у меня внутри поднялось. Я его так материл про себя, этого мальчика. И вот, вот этот пик, вот этого говна… Я же уже три года вел тренинг. Я уже, ну, был, типа, такой, знаете… Гуру. Ну, не гуру, но, типа, осознанный. Там, или как проснувшийся, говорят, да? Да. И столько… Мне самому противно было, потому что вот так-то… И в этот момент я вспоминаю хо-пона-пона, помните? Да. Я говорю, спасибо тебе за то, что ты убираешь планету. И благодарю тебе за то, что ты там приехал из-за ула и здесь за мной убираешь. Я благодарю тебя от этого… И благодарю, благодарю, люблю, люблю. И вот это говно всё осело. Это был третий раз… А, это второй раз, когда я осознанно свою гордыню посадил. И это было… Вот на вот этот хо-пона-пона уровень… Уровень осознанности и здесь вот реактивность, он очень высотый здесь. Вот до этого дойти, это надо, ну… Таких людей очень много. Это надо с собой постоянно работать. Вот это вот работает практически на всех. И самое интересное, что нас всех бьют. Нас жизнь бьёт вот по этому всех. И когда уровень осознанности вырастает, ты знаешь, что здесь? Здесь бьют слабее. Здесь совсем почти не бьют. Поэтому очень важно свои блоки, чтобы их не создавалось. И тогда будет и здоровье, тогда будут и эмоции, что ли, свободнее. Для того, чтобы свои эмоции высвобождать дома, это когда вы будете писать письма прощения, плачьте там. Там вот ты плачешь. Вот не надо, знаете, вот что-то нарыл, остановиться и уйти. Вот нарыл, вот слёзы идут. Прям пиши, 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 не останавливаясь. Даже если мозг… Вот у тебя… Ты чувствуешь, что где-то там слёзы начинают идти. Ты такой, да ну, наверное, не это. Просто хотя бы каля-баля делай. Но чтобы что-то… Вот отписывай. Фодорка говорит, ну это опять. То есть здесь это твоя внутренняя сила воли и работа над собой. И так ты выплачешь свои какие-то блоки. Но письма прощения вообще, если кто не писал, там они длятся 40 дней. В течение 40 дней такая же жизнь происходит потом вокруг. Какие-то люди из прошлого возвращаются, какие-то уходят. Кто-то там этот… Вот какой-то вот… Начинается какой-то тусняк просто. Вы не поверите, насколько это меняет твою жизнь. Это очень сильно. И это какой-то один из основных инструментов, который… Это, наверное, самое лучшее, что ты можешь для себя сделать. Помните сказка про Федота Стрельца? Где вот этот генерал был и ему хотели медаль повесить, некуда было вешать, на жопу приглядели. Да, да, да. Вот это достигаторы. У них 4 диплома, 200 грамот, он там 3 языка знает. Вот, короче, он вот на достижения заточен. Но в отношениях он никакой. Да? Такие люди забывают день рождения своих детей, там мамы, там… И есть эмпатичные люди, эмпаты. Это люди, которые… Это я сейчас говорю, знаете, такое… Перекосы когда… Да? Вот, ну… Когда в достигаторстве перекос, он просто там зарабатывает и никак, он тебе спасибо не может сказать. Выдавить из себя не может. Есть люди, которые эмпатичные, которые… Они знают все дни рождения детей. Они твои детей. Они знают… Вот… Ну… Как бы… Когда у тебя, когда у твоей мамы. Они вовремя цветочат, вовремя погладят, вовремя позвонят. Спросят, как у тебя дела. То есть, это люди, которые умеют поддерживать взаимоотношения с другими людьми. И… Перекосы когда вот… Достигаторы… Они просто фигачат до полусмерти. Деньги. Деньги, 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 деньги. И у них вот эта семья вся валится. И… Достигаторам… Вот им… Знаете, мне что в достигаторах нравится, им можно писать планы. Пять свиданий в неделю там. Десять звонков в день там близким друзьям там. По приоритетам можно расставить. И они будут выполнять. Вот в этом плане с ними, с достигаторами проще достигать каких-то результатов даже во взаимоотношениях. Ты будешь говорить, я не буду делать. Эмпаты немножко другие. Эмпаты… С ними сложнее. С ними, знаешь, не нужно играть в их игру. Они очень сильно манипулируют людьми. Раз. Да? Они кивают. Ты им расскажешь? Нестабильные. Они… Они кивают. Они тебя понимают. А ты им говоришь, надо сделать вот это, там то… И они вот… Через месяц встречать, что я сделал, нет. Да. Да? Это эмпаты. Это люди, которые… Они получают оргазм во время разговора. И все. И все. То есть, вот… Достигаторы получают удовольствие в момент, когда он получил диплом, когда он получил деньги. И он кайфует от этого. Эмпаты… Вот… Ты им говоришь, надо с ютуб-каналом. Надо там в неделю два ролика. Он… Нужен инстаграм. И он кивает. Он говорит, да, я узнавал. Там… Через год он ни хера не сделает. Ничего не будет. Нет. Нет. Но кивать он будет тебе постоянно. Он согласен. Он согласен, но он не сделает, да. И поэтому с эмпатами немножко чуть… Вот эмпатов надо нагибать. Прям вот так берешь, зажабываешь, когда сделаешь. Там вот эти дедлайны. Ну-ка подпиши вот здесь. Цена слова там. Ну вот такие. Их надо прям долбить на исполнение. Ничего плохого ни в том, ни в том нету. Но очень… Ну подходы, выходы оттуда разные просто. И… Вот перекос у мужчин, когда они вот сильно эмпатичные, здесь таких, по-моему, пока нету. Такие вот… Вот в Дубае таких много. Красавчики. Да? Они прилизанные там. Они пользуются лаком для волос там. Такие вот. А… А… Нет. Значит, в аудитории нету что-то. И они такие вот… Они с иголочки всегда, как Дэнди Ломенский одет. Вот весь с иголочки. И… Такие люди, они немножко… Они не идут на прямой конфликт. Вот они… Им сложно с мужчинами, потому что на них давят все. Их там вот, ну, как-то пинают там. Они… Они не знают, что вообще с мужиками делать. И… Они не конфликтуют напрямую, но они конфликт… Знаете, они вот будут проходить, и там тебе в ботинок камешек кинут. И ты никогда не узнаешь, кто камешек тебе закинул. А у тебя ноги в кровь там 20 километров кушеки, да? То есть… Ну, это вот такие… Они вот какие-то вот… В поглянке такие… И тут все делают, и все. А… Для девчонок очень… Для девчонок очень… Вы поймете сейчас… Вы сто процентов на таких красавчиков нарывались, потому что… Это невозможно на них не среагировать. Вы не… Вы не умеете от них защищаться. Это… Мужчина вашей мечты. Вы… Эмпатичный красавчик, который… Они растворяют тебя в себе. В своем мире. Они тебя всячески… Вот, знаешь, они как вода. Они тебя так берут. И ты, короче… И они тебя любят. И тебе так нравится. Они поднимают тебя до уровня богини. И потом бросают. Ну да. И в дребезину. А… И такие… Такие отношения, они… Такие отношения… Они даже не понимают, что они делают. Им кажется, что это нормально. А это месть маме. Это месть маме. Это месть маме. Это когда очень сильная привязка к матери. Это когда, знаете, вот в 12-16 лет ребенка надо отпускать. И в Казахстане у нас из-за того, что у нас многодетные семьи, мы еще как-то, у нас есть дети, которые вырываются из-под этого. Вот в многодетных семьях, вот там пятеро детей, трое, четверо, есть две жертвы всегда. Старший сын и младший. Старший всем должен, квартиры, машины, свадьбы, справедливо. И младший, которого все любят. Иркеша вот этот котел. Это старший в 45-50 умирает от инфаркта. А младший в 40 себя еще не нашел. Он еще не определился с тем, как в этой жизни будет. Это вот и посередине, которых пронесло. Если только двое, тогда у вас только двое. Один такой, один такой. А те, которые один? Те, кто посередине, они нормальную жизнь живут, потому что про них в этот момент забыли. Я вот всегда думаю, второй ребенок всегда такой. Понимаете, то есть это у нас уже традиционно становится. И младшего ребенка держат при себе, его не отпускают. Выгонять надо при себе. Они не долюбленные, но они самостоятельные. Они достигают в жизни, не то чтобы больше, но они хотя бы сами живут автономно. Старший ребенок достигает больше, потому что ему больше надо. Но у него надрыв такой эмоциональный, внутренний, вот эта хроническая усталость. Что такие люди, я вам говорю, они же приходят ко мне мужики такими, вы не поверите, с них блоки вытаскивают чуть-чуть хотя бы, они храпят. Вот он хов-хов, спит. Потому что усталость выходит. Он раз, прокричался, прокричался, и все, и храп такую. Я первое время думал, что он сознание потерял или что-то там, их будил, а потом вот так голову, вот так прям голову полет. А если саша дочь? То же самое все. То же самое. Если один ребенок. Если один ребенок, если он сын, он по-любому попал. Дочка. Дочка тоже. И что делать с этим сыном? Сына нужно отпускать первое, в 12-16 лет, надо понять, что он самостоятельный. С дочкой то же самое. В 12-16 лет очень важно понять, что вот и свои проекции, что все мужчины-мудаки, на нее не надо перекладываться. Ей в голову не надо это внедрять. И мальчика нужно в командные виды спорта. Волейбол, баскетбол, футбол, на бокс отдайте, на единоборство еще какие-то. То есть как-то его надо развивать. Потому что мама, которая переживает за своего ребенка, никогда она его не переведет на бокс. Там же по голове бьет. А какая разница? Маленькие, что вы же. Нет, это же есть, что раньше меня все били, потому что он пошел на бокс, и меня стали бить профессионально. Да, да, да. И поэтому очень важно, чтобы он вот этой энергетики мужской набрался. Чтобы он понимал, как мужской коллектив внутри взаимодействует. Потому что те правила, которые устанавливаются в женском коллективе, и те правила, которые в мужском, они вообще разные. Потом от коммунизма никто не уходил добровольно. Это нужно волевое решение самого сына. Потому что он не знает цену даже зубной пасти, а ты хочешь, чтобы он в взрослую жизнь сейчас ушел сам. Он же не пойдет никуда. Это по-любому с кровью, ну, с мясом прям отрывается. У меня этот отрыв произошел в 17-18 лет, когда я уехал в университет учиться в другой город. И я помню, это было больно, это год или два, это было очень сильно. И людей же много приходит. И как-то приходил мужчина, я ему говорю, у деда, мама, ну, 40 лет. Гениальный ответ. А куда я пойду? Тебе 40, какая разница? Тебе 40 лет, какая разница? Иди. Но боясь за маму, как бы он себя оправдывает, что мама, она уже в возрасте, и он как-то смеет, да? Но, не знаю. А мама не станет чудоватой. Мама не станет чудоватой. Поэтому, мое понимание... Ну, Нарбеков вообще против этого отделения. У него, там, три поколения в одном доме должно жить, там. Ну, в Москве. И я его слушал-слушал, что-то в этом есть. Но что-то я представил, если я буду со своими родителями жить, там, втором поколении, я всю жизнь буду второй. У меня не будет своего угла, я не буду номер один для своей жены. Потому что всегда будет еще папа сказал, да? Япония, конечно. Слава. Я не знаю, я против, конечно. И мое понимание лучше, ну, как бы отделяться. Я себя готовлю, что я своих детей буду отделять, там, ну, пораньше тоже, там, в 16-19 лет, там, после школы, куда-нибудь подальше, что-то я не видел. А когда родители... Но я, чтобы вы понимали, я очень... Я квочка прям. Я этого всячески не показываю, но... У меня ребенок, когда идет в школу, я прям, я вот в окно поглядываю, дошла, не дошла. Поэтому, этот... И мне будет больно отпускать. Меня командировки спасают. В смысле, их спасают командировки от моего влияния на них. Дочка есть у вас? Нет, две. А уж вместе с ними пойдете. Я говорю, я их, этот, ну, буду отделять, и у меня дочка уже знает, что еще там 2-3 года, и она поедет. Ну, она будет отдельно. И я всех с ним, это за. Потому что мне это в моей жизни не помогло, что меня рано выпросили за борт. Ну, относительно. Получается, когда в отверху сильно пожили, ну, 2-3 года? Не надо до этого дотягивать. То есть, если уже дотягивать... Нет, потом отделились, и они будут сами жить, они сами? Да. Сегодня люди живут до 90 лет. Слушайте. Они ходят сами. Они к себе готовят сами. И поэтому, ну, вот... Я вам сейчас объясню. Смотрите, раньше люди жили 40 лет, да? И выпросить там 30-летнего там старика уже некуда. А сегодня живут 90. Вот твоей маме 90 будет тебе сколько лет будет? Лучше 70. 70. И когда свою жизнь... 90. Такая... Ух, на стеке. Сейчас даже этот термин какой-то появился. Что-то вроде таких... Новая жизнь начинается после 50. Слышали? Когда внуки уже есть, и можно их... Не обязательно с ними нячиться. Дети уже взрослые. А у тебя есть деньги и время. И... Так, в Европе. Так, в Европе у нас здесь так бухают. Я как-то попал в компанию, где были всем кому-то 50. И я честно... Мы так только в студенческие годы бухали. Я еле живой оттуда убежал вообще. В 10.30 я уже был дома. В 7 утра они не звонили. Как дела? Мы только вышли из клуба. Какой клуб? Он 54 года. Вы час у нас живы. То есть, это вот уже, ну, такое. Поэтому лучше отделяться. Это же здорово. Это хорошо. Родители самостоятельные. Они автономные. Ты от них не зависишь. Они от тебя не зависят. Они еще могут сами зарабатывать. Есть скайп, там, ватсап. Ну, пожалуйста, поговорите. Но вот друг у друга отсидеть не надо. Вы можете родителей вывозить на отдых, но только не в один дом. Лучше в разные номера. Разные экскурсии. Вот вечером посидели, как день прошел, и опять в разные стороны. Не нужно всех... И не надо маму со своей супругой в один номер, надолго. Все же свои мамы считают, что она там святая, да? Я вот тоже. Я считаю, что у меня мама там святая вообще. Она очень терпеливая, она добрая. Там вот эта... Но когда я... Когда мне... Я не знаю, маму увидит, наверное. У них... С моей супругой у них война за ложки с вилками. Вы вообще знаете... Это мужчины... Для вас это вообще будет, мне кажется... Происходят войны. Мне жена... Твоя мама переложила вилки с ложками. Я говорю... Она что-то пупок убрала? Я вообще не понял. Они вот так. Я говорю... И что? Она говорит... Ну, они же вот так должны быть. Я говорю... Знаешь, что-то мне вот это не объяснять. И я потом начал подсматривать. Ложки один день вот так лежат. Мама приезжает на неделю, да? И неделю ложки перекладывается. Я уже... Я говорю... Успокойся, да? Ну, переложи там через неделю. Что ты паришь? Нет, это же моя кухня. И они вот ложками... Я папе рассказал... Но я не сказал, что это мама. Папа так матерился. Говорит... Вообще, что у них так в голове? Твои такие... Мама так... В этом женщине лучше вообще вместе... Должен предводитель один быть. И вместе их двоих не оставлять. Слышали, да? Вот это бывает... Кричат. Вот для того, чтобы агрессию снять... Ну, вот многие психологи рекомендуют выехать там куда-нибудь в степь, в лес и просто проораться. Это действительно очень сильно помогает. И я вот эту технику бы всем рекомендовал. Это единственное, что безболезненно можно сделать самому. Но, когда ты кричишь, в какой-то момент подходит ком к горлу. И мы делаем, что мы его проглатываем. Такая пойдет. Надо орать. Надо до конца орать, пока не пойдет... Откашляет пока не начнешь. И тогда это будет уходить. И вот эту пробку надо прорвать главное. На сеансах, когда я работаю, у меня кричат в подушку. Вы, наверное, видели. Я поддавливаю вот скулы, потому что в скулах вся агрессия копится. И создаются мышечные спазмы в скулах, там еще где-то. И ты, когда на эти места давишь, выходит та эмоция, которая создала вот этот блок. Это очень странно. Там, если душевная боль, сюда надоешь, слезы вот так градом текут. Вот так просто стучишь, больно невероятно. И плачут. Здесь агрессия. И когда здесь давишь, вот эти пробки вылетают. Ты не можешь остановиться, ты кричишь. Иногда я удивляюсь, потому что я уже не давлю, а он все равно орет. Ему кажется, что вот, ну, или ей там, что вот, и выходит. И уши, там, глаза вот это все продавливают, и люди кричат. Но крик, знаете, не знаю, видео передает или не передает, кто в деревнях жил, слышали, как свиньи колят? Вот такой виск. Вот так люди ору. Это прям, что-то, вот как-то так. Почему такой крик? Потому что гортань расширяется. И выходит воздух вот этот крик, и голосовые связки, они как бесконтрольные, что ли, и вот как в трубку как будто воют. Это вот самостоятельно так можно покричать, у меня получалось. Но это, знаете, надо сесть, себя накрутить агрессию. Да, вот там, а, сволочь, накручиваешь, накручиваешь, чтобы крышечка поднималась. И в очень короткий промежуток времени ты должен это прокричать, там, за 20 секунд, допустим. И ты вот максимально оттуда. И тогда помогает. Но если ты эту грань не переступал ни разу, то будет сложно первый раз переварить. Ну, сложно прям. И поэтому... Еще и застрянет это там. А застрянет это, да. Вот потом каши не проходят полгода. Если он поднялся и вот здесь застрял, полгода будешь кашлять, он не выходит. Смотрите, обратите внимание на руки. Стопа вот здесь будет правая, да, у людей косточками? А? Сейчас увидишь за круглосу. Смотрите, вот давайте чуть-чуть психосоматику или вот... Не про болезни, а про социальную жизнь расскажу. Если мы человека делите пополам, правая сторона это все, что отвечает за взаимодействие с мужчинами или с бизнесом. Левая сторона это то, что отвечает за взаимоотношения с людьми и себя как женщины. Вот свое ощущение. У мужчин это вот взаимоотношения с женщинами. Левая сторона. Смотрите, вот здесь. Это гипертепрога. Она контролирует всех. Все контролирует. Удыхайте. Давай, давай, давай. Пустой. Вот так. Еще двух. Она на мужчину обижается очень сильно. Она не в прошлом не отпустила. Настоящем не отпустила. Она в будущее боится идти. У нее нет картинки, какой мужчина будет рядом. Удох. 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 Арина. Удох. Удох. Кричи. И вот, когда ты должен прокричать от этого колокола. У кого-то слезы. Вы плачете себе. Вы не уважаете. Потому что у вас, так сказать, в вашей воле ей... А что делать еще с ней? Удох. Удох. Вот теперь смотрите на руки. Обратите внимание. Помните, я говорил, когда спину проклинают? Вот она. Удох. Это говорят в видеontосудистой дистонии, там. Рука в пушosos, синдром Ленот. То есть, есть очень много таких определений. Я по этому говорю, что если здесь вас всех сейчас зовет, то тут будет милиция с собаками. Это вот еще… Женатый ты? Был. А? Был. Был. Сейчас сказал, стой. Вот, когда ты вот… Нет, нет, ты вот встречаешься с девушкой, да, там, серьезные отношения, там, женились, там, или там вот что-то такое происходит, и потом вдруг она в тебе разочаровывается. Семь лет вот так прям упадок идет во всем. В чем прям… Вот, ты летишь башкой вниз прям. И очень важно найти девочку, которая в тебя опять поверит, и тогда ты опять пойдешь вверх. Вот, никакой магии не надо, вот, женского разочарования, чтобы вот утонуть, хватит вот так. Поэтому для девчонок это будет очень неожиданно. Мужчины разрывы вот этих отношений переживают сложнее, чем вы. Женщина там три месяца поплакнула, там, и пошла она… А мужики, вот такие серьезные отношения, они потом не позволяют. Вот ты ввязался в одни, в тебя разочаровались, у тебя потом спад идет, думаешь, нафиг мне надо. И такие мужики становятся потом дегустаторами. Погуляли два-три месяца, другую нашли. И вот так пробуйте. Потому что отношений уже страшно. Опять вяжешься, жизни не хватит. Три раза отношений, 20-ти деньгами азартные. Проценты, там, какие-то. Дыши. Это… Это те сферы жизни, где тебя проклинают чаще всего. Да, где тебя… Ой, ты мой, сладкоголовый, пускай. Страх не даст. О-о-о-о… Давай, давай, пошли. Ну, плакай, давай, хорошо. Давай. Пидай, пидай, пидай. Давай, так. Пошли, пошли. Зевай, зевай, нормально. Зевай, зевай. Холод, да, это вот то, что… Сейчас с этим работаем. Это страх смерти вот то, что сейчас происходит. Вот, давай. Дэхи, дэхи, дэхи. Дэхи, дэхи. Зевай, дэхи, 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 дэхи. Ну, в общем, на которые день засыпать хочется? Который день, как что, вот глаза закрыть, вот, спать? Ну, очень… Сейчас. Вдыхай. Вот так ноги трясутся, да? Да. Это, знаете, когда был резкий стресс. В аварию, когда попадали, когда нападали, когда били. Вот это. И вот это вот ноги вот так трясутся. Это когда насилие было психологическое, эмоциональное, физическое. Это, помните, «Игра престолов» была в сериале? Я сидел и думал, господи, как они живы, сколько блогов, столько стрессов. Это же ужас вообще. Это сейчас очень-очень бережно и мягко, потому что здесь… Вот смотрите, можно мягко, аккуратно вот так. Если человек поддатывает. Если вот как… Вот как грузинат. Вот как грузинат, ее бить надо. Ее бить надо. Ее бить надо. Из нее прямо вдавливать надо. Потому что у нее слезы признают слабости. Это же… Это… 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 Как этот… Что-то вроде достигатора. Это модель мужская больше поведения. Ну, мышление и поведение. Сегодня женщин, которые с мужскими энергиями становятся все больше и больше. Потому что сейчас идет перекос. Вы заметили, да? Гендерные роли меняются немножко. Женщины стали зарабатывать сами. Уже от физического труда ничего не зависит. Я уже могу выживать сама. И не понимаю, зачем мне вот это тело на моем диване. Ему еще стирать надо зачем-то. Да? И ты каждый раз проходишь, ну зачем? Это… У меня как-то этот… Пара приходит когда и говорит, вот меня жена из дома выгнула, да? Я говорю, вот когда жена тебя выгоняет, в 3 часа ночи прийди, пни по двери, встань возле подъезда и жди, когда она тебе позвонит. Если через 15 минут в подъезд забегает другой мужчина, а тебе никто не звонил уже, все. Все уже. Но если у вас еще какие-то отношения, она на тебя решит, тогда позвонит тебе первым. И тогда, ну, сойдетесь обратно. Мужчина на диване – это безопасность. Зарабатывает он, не зарабатывает. Тебе спокойней. Это генетическая какая-то фигня в голове, тебе спокойней. Потому что если тебя придут грабители и начнут убивать, его убьют первые. Это… Это… Это такое, знаешь, это такая… Затравка вот так, чтобы самой выжить. Это, знаете, когда мужчина реактивный и женщина проактивна. Мужчина хочет есть и только тогда идет на работу или там за мамой там, на охоту идет. Когда он сыт, он никуда не ходит. Он начинает… Зачем это? Звезда, чувство созвездия, смысл жизни там… Он начинает ковыряться, потом в депрессию впадает. Когда все хорошо, мужчина неэффективен. А женщина проактивна. Она хочет выжить, поэтому не ходит на охоту. Она ждет, когда мужик принесет. Женщина вся настроена, чтобы выживать. А мужчина… Ну, такой… Ну, немножко… Вы нас пользуете, если честно. А если ему мысль приходит, надо вот этот сок мяса на диване? Надо. Мысль приходит или нет? Ну, вот… Я, например, думаю, что надо. Мужчина нужен. Нужен. Нужен, да. Мужчина нужен. Улет. Я сказал, что тело. Позовь мяты. Это, кажется, посоль. Позовь мяты. Я хотел… Пошел мяты, не посоль. Тело. Потому что многие… Женщины, которые сильные, которые зарабатывают и обеспечивают своего мужчину, сейчас бывает или ко мне такие женщины приходят не знаю но в этом модель такая часто очень они не понимают зачем потом вот женщина которая подавляет своего мужчину вы знаете что многие женщины не хотят чтобы их мужчина был богатый успешный вы боитесь этого знаете вы нет подсознательного этого боитесь потому что если он будет свободу если он будет успешный и богатый будет гулять он может тебя бросить всегда и ты чувствуешь себя не в безопасности поэтому иди сюда и сиди здесь рядом надо довериться и отпустить и надо поверить что такой королевы больше нет вот есть отношения которые тебя пульсуют если бывает ты жил жил и начнут женщину встретил у тебя все было плохо ты встретил у тебя все становится хорошо когда ты работаешь с психологами умные книжки читаешь или с коучем теперь тренер он тебе всегда объясняет вот так нельзя с мамой ругаться нельзя вот здесь ты реактивен вот здесь должен быть наоборот проактивным и ты вот эти вот категории ты начинаешь мир здесь плохо здесь хорошо здесь плохо здесь хорошо здесь у меня получилось здесь не получилось и ты думаешь так одеваешься выходишь куда тебе мама готова и шаху и все это полка на спустила на нее да то какой-то кошмар и в концовке ты уходишь без шапки как бы и с мамой поругалась теперь ты идешь и думаешь мне же психолог сказала она же не виновата да и ты начинаешь загонять себя в чувство вины потому что ты по отношению к маме поступила некорректно и у тебя еще чувство вины оно тебя блокирует опять всего и в общем это деструктивная установка что происходит здесь тебе мама скажет дочь одень шапку ты скажешь так мама я обязательно одену и пойдешь без шапки опять к молодцу молча только и потом только ты поймешь если ты будешь анализировать ты поймешь что а раньше вела себя так и переправила себя по-другому то есть мозг будет опаздывать ты будешь реагировать по-другому понимать чуть позже очень часто приходят люди говорят у меня вот я у вас два и у меня вообще ничего не изменилось но ты когда начинаешь ковырять и спрашивать изменилось многое но она не понять не отследила или он потому что ты приходишь за определенным результатом да как за хлебом ты вот заплатила тебе хлеб дали и ты понимаешь что ты взял а короче тебе дали булочек рогариков там чё там плюшек каких-то да а вот тебе хлеб не дали нету хлеба как-то и ты как бы не замечаешь все что было вокруг единственно замечаешь что твои ожидания тебе не исполнились поэтому это очень важно отслеживать свои вот состояние вдоль и после будет совершенно по-другому будет легче у людей у кого вот так руки сворачивают ничего не получается в жизни если получается то очень тяжело два человека будут вместе идти делать одно и то же это туда убежит это вот эти вещи не очень сильно останавливают тебя в развитии в отношениях в бизнесе везде ты вроде что-то делаешь делаешь но ничего не происходит это вот эти блокировки которые на уровне энергии чистить это надо еще дальше значит если у тебя уже не сворачивает надо уже поднять значит что надо сделать надо вот эту подковку которую на дверь прибивала на счастье ее надо снять прибить себе на копыта и идти работать есть смотрите вы можете перекладывать ответственность там у меня за подавание у меня поэтому ничего не получается ой там что-то там меня родители знаете как смешно когда 45 лет человек у меня так потому что мой папа меня там в детстве 45 лет это же какая какой папа уже сам папа какая мама то есть а мы начинаем перекладывать туда то есть я не успел измениться не успел трансформироваться но виноваты все равно в этом папа и мама и и это вот это вот перенос то что мы говорили в начале ага видишь не было это мы смотри это мы для вас это вы думаете мужчины вообще любой мужик если его не подавлять он забьякода он хулиган заболеет это катастрофа температура самая страшная температура тридцать шесть и восемь тридцать шесть и девять его надо медом отпаять это да это правда но мы хотим внимания за нами ухаживать надо и мужчины вот мы с точки зрения женщин мы вообще не адекватные мы занимаемся какой-то фигней вообще да мне когда жена еще двадцатый нож у меня коллекция вот такой кучок у меня разных недорогие но такие какие-то зачем нужны я поеду на природу там будет удобно там что-то резать она ты на природу ездил последний раз пять лет назад зачем тебе ну мне нравится и не знаю или там когда приходила пара не разведись за из-за ружья он купил себе ружье да она просыпается в три утра мужика рядом нет она спускается короче туда где хранится там подвал или чё там накрученный первый этаж а он свое ружье гладит и она так обиделась что он не любит больше чем дружим вообще же угадки другие и вот вот эти шалости которые мужские очень важно позволять может делать у нас очень много агрессии копится мужчин мужская энергия на сама по себе это очень разрушительная и поэтому выписки и должен быть это спортзал это бег это пострелять это там покидать это вот что-то такое если кто за мной в инстаграме давно следит мне жена дарит и пострелять потом покидать ножики это всякую удовольствие щенячивать честно вот прям вот лучше наверное вот подарка мужику очень просто мы же серьезные там вот сколько 20 лет ходим там а вот это ребячество еще там ножики покидать что-то она остается и мы себе запрещаем охоты рыбалки это обязательно и вот какие-то мальчишники вот мужикам надо отпускать ему надо заверять и отпускать любовница это сигнал придерживая это какой сигнал это вот это набат это это вру расстреляется уже поздно уже они в зиме взяли я это уже рассказывал но в общем мужчина женщина это жена да вот это муж у них есть энергетическая связь друг с другом жена подпитывает мужа двумя такими канатиками а тут как книги в опуху муж подпитывает жену одним канатиком вот сюда то есть мужчина берет в два раза больше чем отдает если вы энергетические практики там что-то там эзотерически изучали то там матка центр земли там что-то энергия туда вытягиваете и вы даете мужчине то есть вы как проводник чистой женской энергии вы ее отдаете мужику мужчина и трансформирует вашу энергию в достижение в цели в домах квартиры в машины в бриллианты и отдает тем самым тебе но это не значит вот знаете у нас всегда перекос мы наверно не можем всегда прыгаем с крайность и в крайность сейчас очень много появились вот этих я богиня я же дала ему энергию и он после этого заработал чем не дает это все фигня это все есть в этом прикол но то есть он тебе дается ровно столько насколько ты ему даешь это тебе кажется что он жадный а ты не радуешься ты не отдаешь ему энергии ты его не подпитываешь мужчина всегда четко понимает какая женщина ему что дала и он не всегда хочет заблагодарить всегда не бывает теперь смотрите представим короче я буду с точки зрения мужчины рассказывать но к женщинам это зеркально представим мужик потенциал да вместе допустим 100 тысяч долларов он может зарабатывать вообще с точки зрения есть еще другие мужики которые не на женской энергии зарабатывать на свои мозги но это депрессивные мужчины они такие у них очень низкий уровень жизненной энергии вот таких они они зарабатывают но у них как-то это в глазах счастья нету они грустные вот у него допустим потенциал вот здесь ее потенциал но как бы ей надо и кажется что для ее комфортной жизни и хватит десятки и она на десятку будет ему эту энергию давать но он хочет девяносто мы еще 90 не хватает это деньги единиц энергии как хотите считать он может на своей собственной энергии мужчина без женщины заработать вот эти деньги но это будет надрыв это будет со стрессами это будет тяжело и он будет упахиваться в усмирь самый легкий способ найти еще вот здесь появится обязательно не найти она сама появится вот такая и молодая и она это вот вот здесь это знаете это возраст где-то от 37 35 и до 50 вот тут вот это когда она уже наелась у нее квартира машина у нее отдых два раза в другой границе да не там платье там сумки там вот и в ее понимании все ей хватает здесь еще дети она детей ушла и всю энергию она сливает вот сюда даже если у нее были амбиции на стул она всю энергию 90 процентов потратить на детей вот здесь и она садится как бы ну она ленивая что ли становится как ленивая она пассивная пассивная становится а ему надо и он ей там допустим духи дали там 100 долларов и она такая спасибо вон там поставь на тумбочку вот где там еще там двадцать шуток закрытых стоят ни разу еще не открывала туда поставь и она такая а ему же охота эмоции ему же хочется чтобы ты его как бы и что бы он тебе не приносил в этом плане я всегда впереди пересказываю знаете дочка у меня младшая она вот я не знаю какая будет потом когда вырастет но сейчас прям девочка и вот жена-то сидит и дочка сидит я у меня там салат греческий что-то они там не делают и черри не доела я у жены короче черри ворую и вот так мимо ее глаз проношу к себе в рот и дочка так делает но я так люблю помидоры кто думает помидор съел поперю в горло у нее встал и я ее надал и на уши она вот так откусила и выплюнула и не надо и она всегда делает я жене ноги рождение с цветами прихожу она вот этим я так люблю когда помню цветы дает вот такая поэтому всегда радуйтесь нам нужна ваша обратная связь как мы вам сделали хорошо если ты закрываешься хорошо значит смысл мне тебе что-то дарить если тебе не нравится а вот здесь вот и подали что она попрыгивает она вот любит помидоры и получается она вот этот дефицит вот этой энергии нам сюда ему впендюривает и теперь смотрите почему женщина всегда знает что и изменяют ты берешь вот эту энергию и ты переносишь домой вот эту и впендюриваешь в нее в свою живую и у нее расколбас это же это как разговор знаешь два дебила как разговаривать вот наверное вот семейная ссора они же она начинает посуду почему-то да она начинает на тебя кидаться что-то от того что случилось торгах чуть чуть все же хорошо а она не может объяснить что у нее там прям ее там все раздражает потому что он пишет а он за собой все убрал хорошенько пришел и сидит у него все нормально и на того как бы ты че дура что ли и такой разговор непонятно это даже в кв где-то блоге у мужчины все логично даже где-то блогает библиотеке поэтому вот и и тогда она подпитывает недостающей вот энергию ему и он начинает работать но это все вариативно тоже здесь бывают перекосы когда мужчина может и без без вот этого и без нее вообще может сам зарабатывать и спокойно но мужчина который зарабатывает сами без женщины там еще бывает мама есть то есть он маму начинает подарками задаривать мама радуется и он на вот этой энергию он поднимается но мужчине надо кому-то хорошо сделать почему-то ну какой-то женщине вот в этот период вот эта вся схема треугольник скрывается сейчас мы ее оправдаем она его посылает и что происходит у него было сто сто десять процентов энергии сейчас стало здесь чтобы вам понять это ощущение примерно инфаркта прединфарктное состояние мужика потому что он идет домой а она ему вот она таки дала здесь начинается истерика он то сюда дай пожалуйста брата тут пошел ты короче он сюда так я тебе сколько давал и возьми там в тубочке и он начинает метаться потом начнет перебирать женщин еще там новую искать которая даст ему строки ну короче вот это начинается болтание жена вот здесь если она хочет сохранить семью вообще женщины очень нелогичные женщины не знаю что делать все сделала что могла подпиши пожалуйста чудил частности не разговаривали и вдоль подведем итог ты выгодила его из дома поругался с вековой забрала детей от свекровки ушла ты нашла себе любовником и подала на развод что я еще могу сделать чтобы сохранить семью у вас в голове ну как то теперь смотрите вот здесь если ты хочешь сохранить реактивно конечно выгоняешь его и хочешь сама вообще по хорошему ты должна свое внимание с детей убрать полностью и все свое внимание дать ему но здесь включается женский эгоизм типа на косячелку время я чего-то там буду стараться но если тебе нужна семья тебе нужно стараться а почему женщина все во время стараться это вот за яблоко помнишь я знаю мужчина который в трое я знаю но он живет один потом в гостинице да он потом в гостинице один сидит отдыхает смотри помнишь я говорю что женщина не забывает никого а в таком треугольнике если здесь еще четырехугольник если здесь еще там вот их три есть и да они все друг друга ненавидят тихо 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 они все друг друга ненавидят ты пришел к одной она тебе на второй день если не в этот же день после ужина он начнет выхавать поздно вот таких вот он устанет пойдет другой там опять денек поживет потом ему опять начинают мозг выносить в оконцовке он будет один это коллективное одиночество это какой-то просто кошмар я разбирал такие я знаете я вот в гареме вот в этом разочаровался когда там три жены там четыре жены в этом в дубае тоже традиционно вроде там можно и не в петельняшки ходят там они один мужик и четыре женщины там вот толпой не уходят я честно я стоял они всех общаются в дубае на переплеске не остановитесь и стою смотрю когда они договорятся они не могли договориться в какую сторону идти нет я уже не говорю давай подождем у меня она вот так она минут через 15 генеральный фраз сказал сам дурак виноват они будут сносить мозг все равно друг другу они там кто-то не будет поэтому твое внимание сюда должно усилиться ты можешь ненавидеть его загусили дела просто ему до энергии энергия это внимание радости благодарность ему за то что он тебе там квартиру и машину что он тебе обеспечит а благодаря его за короче за детей его вот за все вот просто что есть всю благодарность и любовь на него направит желчи потом выпустишь мысленно да или прямо ему сказать ему в упор говорить или мысленно если уже до этого дошло ты уже хвалить его не умеешь писать ты уже не поможет ты должна прийти и сказать дорогой я тебе благодарна за это за это за это напиши вот такой список выйди и скажи он упадет с нами он тебя будет посыпать радиантами сверху ты должна ему туда потому что вот эта ситуация это твое упущение вот изначально это все равно ты но если брать просто отрезы какой-то жизни конечно это он мудак но в целом это твое упущение потому что в любом случае прав у тебя на него больше чем у нее как бы он ее не любил у тебя прав больше на него и поэтому ты вот ну у тебя больше шансов его передащить сюда когда мужика утащили из семьи здесь это ну это ты вообще значит ну ты сама отдала и такая слава богу да или тебя отыграет потому что вот эти кто играет иногда попадают в профессиональные такие знаете они по-моему тысячу тренингов прошли там и наушники страшные в сфере я иногда это надо приходить вот он вот так ему и вот это дело я говорю на очень молодец я не хочу защищать я восхищаюсь как она им манипулирует просто что мужики честно мы не наши примитивные но мы не можем примитивные и нас в год в этом треугольнике мы самые дураки вообще получались это не приняло у нее другие отношения это обиделась не приняла и короче бесхозным уже в конце я не знаю надолго не надолго но самое интересное что когда тебя бросают дверь да это же удваивается все и ты вроде богат и успешно и никому не нужны будешь ну это надо будет потом прорываться опять задом теперь по поводу вот этих вот кто-то верит в бабушек этих которых там колдуй бабка колдуй дед когда за мужика война начинается вот в этой ситуации опять он дурак знаете почему потому что смотрите допустим есть какая-то там женщина там я не знаю или там она в угне там по самоучитель по какой-то фигне там открыла там почитала да вообще девочки все верят в ритуалы практически девяносто восемь процентов верят в ритуалы мужчины говорят что это он вообще херрю страдает что ли он когда видит свой дурак там а женщины верят в ритуалы и они знают многие сами делают да и есть же очень хорошие ритуалы ну как бы на изобилие там а есть ритуалы которые в минус делают и когда ты приходишь вот сюда и говоришь мне нужен этот мужчина вот эту надо короче убрать вот это колдует вот сюда и колдует сюда теперь вот это идет сюда же мне надо убрать вот эту и другой какой то это это колдует вот это колдует сюда колдует сюда видите здесь по одному а здесь уже два и мужчина становится совсем неадекватным и если вот кто-то из них его не отпустит добровольно он сидит с ума ну он дурак прям будет сам виноват это можно да сам виноват смотрите у нас по одному это что а у него две палочки у него два раза уже вот тебе плохо и ему два раза хуже так ему и надо вот правильно опять ему и надо и смотрите это вот на вот этих всех вещах это ну такое вот и есть еще самая такая штука знаете любовница всегда лучше чем жена слышали такое что бы ты ни делала потому что она второй контур там есть еще с контурами штука ближний контур это вообще в идеале твоя жена но очень часто там сначала родители папа с мамой а потом уже ты там где-то там и вот где-то там 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 же и любовница и чем дальше в контуре тебя человек тем он ценнее и получается что жену ты ценишь вот смотрите от жен там уже отойдем папа с мамой ты когда родился они ближе к тебе никому ну вот для тебя никого нет но ты их не ценишь ты ценишь больше друзей там родственников брата ценишь больше там коллег там еще они ближе а папа с мамой что они там пусть сами сидят куда они дедут сюда и вот когда нормальная семья и когда родители в этом первом контуре убрали ну допустим и вы вдвоем в первом контуре друг у друга то любовница она во втором и любовница она как бы лучше она даже чая наливает лучше она как бы лучше она чем жена но когда вы разводитесь и происходит рокировка теперь любовница становится первым контур жена вторым и ему кажется что все таки жена была не так плоха как казалось и вот эти звонки по пьяни может опять замутим это вот и сто семьи у тебя хорошо прям классно прям бальзам на душу так ему надо то есть вот вообще вот в этих всех вещах ну мы попадаем сильно очень но ага вот бывает женщина с сыном и с мужчиной встречается и через некоторое время этот мужчина умирает черного два второй какое-то отношение начинает второй мужчина тоже умирает третий ну вот прямо вот такое это сейчас не про себя да про себя я не знаю как нумерологом сходи может там какой-нибудь литроградный меркодик куда-нибудь ушел но научись благодарить мне научиться да ты должна научиться благодарить мужчин сейчас если его нету даже благодарить не могу ты благодари всех за то что они были у тебя а вы ты видишь ты начинаешь благодарить тех которые были за то что они тебе сделали и дальше появится еще другой кто то есть ты должна давать должна научиться это вообще у женщины я когда вчера рассказывал рассказывал этот был пост в фейсбуке вот гениальный честно там девочки так красиво пишут и прям литературно знаете как такая короче пишет она весна солнце первые там лепестки там чего-то там у нее там почки набухли вот ну она все красиво так описывает очень художественно и говорит и я иду и дышу и там вот и вот это тепло на коже солнца там и запах весны там и тут очень картинка и говорит и смотрю в кустах богомолы любовью занимаются на солнышко я вот остановилась и наблюдая за вот этим вот их там действием и когда они закончили я же знаю что должно произойти я беру этого богомола мне его жалко стало я его взяла и убрала что делает богомолиха она вот так обглядывается и сама себе бошку спернула и она говорит бабоньки сама себе женщине по любому надо кому-то мозг спернуть если никого-то рядом нет ты сама себе свернешь вы так и делаете вам надо кому-то это выплескивать поэтому кошки собачки там цветочки там вот внук любимый сын любимый не отпускаешь ты не можешь ты не можешь отпустить вот кого-то когда нет взаимоотношений с мужчиной женщина которая не выстроила отношения с мужем она будет выстроить отношения с сыном смотрите онкология бывает такая вот человек жил-жил и за два-три месяца сгорел просто у него раз и сразу там четвертая-пятая стадия и нету это очень часто это влияние извне это энергетические блокировки вот то что такое какое-то как сделать чтобы энергия женщины была одинаково с мужчиной как вам амбиции свои развивать сейчас ты хорошие вопросы задаешь смотрите сейчас отвечу сначала вот когда вот так когда блокируют или когда сильную магию делают тогда человек болеет очень часто где-то процентов 70 онкологии это ну влияние извне это конечно обиды там ну вот свои какие-то но это еще бывает очень часто а письма прощения только только письма прощения а страх страх ты идешь навстречу страху больше нету этих рецептов вот если например у вас в голове крутится какой я например я вам не в инстаграме написала что у меня сына два сына обе получили в садике один в сентябре второй в октябре в ноябре я сама ДТП сделала и сейчас у него сыночки в садик не ходят мне уже страшно что их куда-то отпускать я сама за рулем нечу но боюсь представляю что кто-то навстречу глаза закрыл закрыл открыл открыл смотри вот такие страхи надо их выдавливать а потом уже надо поработать чуть-чуть ну ты орать выплакивай сейчас смотри я чуть-чуть поработаю ну ноги я не слышу на сколько время 10 10 нет нам доски а ну сейчас а сейчас а сейчас а а пробуйте пробуйте мне очень приятно что вы не заметили что это что с чем с сам мужчина спорт мужчина спорт и баня я не знаю любить его варю хотите или нет мужики обычно бывают в бане у нас нет цикла вот этого мистера мы через пол только чисто поэтому очень важно и взрослым женщинам взрослым женщинам в общем там закон теперь я вам объясню куда нырять сюда делать я вам все что делать не оставлю я вам алгоритм того как можно самостоятельно это все сделает. Смотрите, ты плачь, дыши, а мы тут поговорим, ладно? Мы за тебя переживаем, мы с тобой. Смотрите, первоначальное накупление капитала, но я думаю, здесь ноги уже перешли ноги, да? Вот если мужчина зарабатывает деньги, вот сейчас мы, вот ее нет. Когда мужчина зарабатывает деньги, первоначальное накопление капитала, очень важно поддерживать, вот помните, когда нервные связи рвать? Очень важно, чтобы ты позволяла мужчине рвать нервные связи. Для женщины это очень опасно. Ну, смотрите, для вашего мозга это очень страшно. Это надо брать месячный оклад, и несмотря на то, что нет больше ничего, ты должен потратить на его кроссовки, часы, на которых какие-то вещи. И тогда он подпрыгивает, он начинает зарабатывать больше. Но, сейчас подожди, в какой-то момент, когда он уже наелся, вот именно хватает, новый источник энергии, когда ты начинаешь сливать деньги вот сюда. Начинаешь ей дорогую обувь, часы, машины, квартиры, ожерелья всякого, шубы, вот сюда. Но твоя здесь задача, обычно, когда ты жила в черном теле, и все ему сначала, да? Когда он начинает тебя одаривать, тебе неудобно и стыдно, и ты думаешь, что не надо, наверное, у тебя чувство вины, ты не должна так делать, ты должна просто принять. Я жену сейчас начал, вот ее вот сюда, серьезно растягивать в эту сторону, потому что она, знаете, там, честно, никакого удовольствия нету, где такие подарки делать, потому что ей плохо. Ее три дня кашли, потом она эту обувь не может носить. Мы обувь в этот раз покупали, на четвертый день я ее еле как уговорил. И то я уже взял за шпальки, короче, сегодня купим. Вот представьте, да? Это, наверное, мечта, да? Мечта любовь. Пойдем тебе купим, там, вот это. Я ее привел и ее как уговорил. Я тоже так всегда жила. Уже все остальное, может попасть. Не должно быть вот этого. У меня жена радуется чуть-чуть позже. У нее пройдет недели две-три, да? И она, так хорошо. И она, ну, как бы... Но ты должен... Очень важен вот этот навык, когда радуешься сразу. Я так люблю помидоры. Я так, там, это, да? Мне так там нравится. И то есть, ты должна постоянно его... И тогда он тебе еще, еще, еще будут дарить. Если он тебе подарит это таковое спасибо, и второго подарка не будет. Да? Второго подарка не будет, потом не плачет. Если ты ему скажешь... Вот бывает же, да? Мы же эмоциями все живем. И бывает, когда вот только начали жить, там, вот только там два-три года жена, и он тебе цветы покупает, а вам теперь еще четыре дня жрать надо, а денег нет. Вот у меня был вопрос. Вот у меня ничего не выпили, не риск какой-то. Это, конечно, что она упаковала. Как зарыки убили? Да, просто не вот так. У тебя вот здесь, вот, чуть надо видеть сейчас в плане. Начинаю. Страшно. А что, страшно? Какие-то. Я сейчас, да, вот, попадешь там в аварию... Смотрите, по поводу перепрограммирования... По поводу перепрограммирования... Здесь нет, так бывает, да? Ой, упадет. Ой, заболеет. Ой, там, и забьют. Ой, и в аварию попадет. Ты говоришь, убираем программу, мои дети здоровы и счастливы. На каждую свою мысль ты говоришь, убираем программу, мои дети здоровы и счастливы. Про мужа ты так беспокоишься. Убираем программу, мой мужчина там успешный, богатый... Он возвращается в голове. Ты опять? Вот я не хочу материться, но можно только мозгоёстом убрать. Это же... Ты же сама накручиваешь. И выкрутить, может, другую сторону тоже сама. Убираем программу, мои дети здоровы и счастливы. Убираем программу, мы мужчина счастливый, успешный, богатый. Вы не представляете, насколько женские программы, насколько вы... Вот они срабатывают. Мужики так много не думают. Ну, мы думаем, мы о другом думаем. Вот... Как вам объяснить? Короче, в Чемкент приехал ещё вот, когда только начинал, да? Приходит девочка. Она говорит, пошла к гадалке, узнать, муж изменяет или не изменяет. И гадалка ей сказала, у тебя муж умерет через пять лет. А что, умер? Умер. Понимаете? Она каждое утро с ней прощается, что... Вот... Она понимает, что через пять лет он умрёт. И она каждое утро с ней прощается, чтобы он... Ну, вот... Потому что он умирает. Через два года у него гепатит С. Представляете? Это ёмость и форма. Он должен умереть. И она всё будет подтаскивать туда, чтобы он умер. И... Ну, короче... Как я её бил? Мы с ней вот это всё вытаскивали, и потом у неё эта программа ушла. Я думаю, что до сих пор они там ушли все. Живой муж, да? Да, живой. Она пришла на середине пути. Ну, в смысле... Пока не убила, да? Да, пока не убила. Это... Как-то ещё девушка приходила... У неё муж вообще там фашист, по-моему, был. Он её так бил. Я не знаю вообще... Это... У неё... Этот... Фаланги вот так нету. Я говорю, что такое? Ну... Мужик отстрелил. Он уже так ружьё поставил, говорит, в голову или в руку. Она говорит, в руку. И он... Хорошо. Ну, вот смотрите. Это программа... Сейчас, подожди. И... Она боялась от него уйти. Потому что он... Ну, она реально думала, что он убьёт её. Обещала. И она... Каждый день желала ему смерти. Он же умер. Это просто она думала каждый день. Очень сильно. Поэтому... Жить очень важно та, чтобы про тебя плохо не думали. Это правда. Потому что эти программы не сбываются. Смотрите. Я вам объясню, как работают. Вот эти... Почему я так упираюсь в эти письма прощения? А... Есть... Человек. У него есть вот эти вот поля, да? Там... Аура вот эта. Там их семь колец. То есть семь чакр, семь колец. В общем, это вот так всё идёт. Ментальное поле, оно, по-моему, второе. Я могу... Честно, я вот в таких чётких каких-то вещах не сильно разбираюсь. Но... Допустим, вот это поле — это ментальное. Ментал — это мысли твои о себе. То, как я про себя думаю. И... Вот могут люди своими мыслями о тебе. Вот ты там мудак или там ты хороший. Они каждый накидывают сюда своё. Самое что интересное, почему я всем ещё даю аффирмации, потому что, когда ты говоришь какую-то фразу или установку, ты говоришь, я богат, успешен и счастлив, ты начинаешь себя так ощущать. На восемнадцать день ты становишься таким. И люди, которые видят тебя, они думают о тебе так же. Теперь смотрите. Но... Есть ещё такая программа. Люди, когда думают о тебе плохо, ты начинаешь думать о себе сам плохо. И люди потом будут ещё хуже о тебе думать. Когда ты в это поверишь, люди будут... И вот так это всё работает. Письма прощения. Что делают? Письма прощения с твоего ментального поля убирают вот эти не все негативные мысли вот туда. В течение сорока дней ты пишешь, ты за свою ауру вытаскиваешь эти мысли туда-куда-куда-то. То есть это не про тебя. Ну вот сорок дней, это же сакральная такая вещь. Вы везде поковыряетесь, везде сорок дней будет. Сорок дней и двадцать один. Сорок, двадцать один. Вот это везде будет вертеться. Сорок дней это нужно для того, чтобы вытащить плохие мысли за пределы своего сознания. И вот эти письма прощения либо так работают. Ты как бы выталкиваешь из своего поля плохие мысли о себе. Аффирмациями вот сюда. Ты вкачиваешь позитивные мысли о себе и мироощущения, мироопонимания себя. Я счастливый, я богатый, я там сексуальный, там страстный, здоровый. Всё вот сюда. Вот это вот знаете, самое слово убираешь просто обаятельное. То есть любые аффирмации, которые вы будете выбирать, не должно быть сравнения. Вот это самое красивое, самое лучшее. Вот это уберешь. Ты тоже убеждаешь, хорошо? Да. Ты просто видишь, я красивая, умная, там, любящая, страстная. А иногда вот это самое хпание, мы можем привести. Ты сейчас подожди. Это надо до конца доделать по этому. Ты когда с письма прощения начинаешь писать. Представь ты вот это весь, всё говно. Да? С детства поднимаешь. Дотянуло до середины вот между потолком и этот. И отпустило. И ты надеешься, что оно вот так будет висеть и тебе ничего не будет. Через недель или две оно свалится тебе на голову и у тебя будет депрессия. Поэтому, когда ты начинаешь писать письма прощения, их надо дописать до конца. Именно сорок дней. Весь цикл беспрерывно, а? Они провели информацию? Да. И теперь смотрите. Вот отсюда негатив ты вытаскиваешь. Позитив ты в себя мироощущение нагоняешь. Своё ощущение о себе меняешь. И получается, ты замещаешь негативную энергию. Ты негативные мысли замещаешь позитивными. В православии есть такая штука, сорока уст называется. Когда сорок дней ты заказываешь церковь, чтобы за тебя молились. За здравие, за удачу, еще что-то. Это те же аффирмации, только ленивые. Только не ты про себя, а там за тебя батюшка читает. Маслама тоже есть. Сарка уст? Да. Как коротко шкандал. А, да? Ну вот. Детей за 40 дней, потом... Детей за 40 дней, потом... Детей за 40 дней. Вот. Вот. Поэтому это вот, это такое... Это вместо аффирмации, да? Ты можешь вот эти пятикратные намаз, там еще что-то. Это же вот, это же аффирмации. Ты же себя на этот тур или пять раз в день не покидываешь. Единственное, мое убеждение, что ты должен понимать, что ты говоришь. Нельзя просто выучить и не понимать. Ну, читать. Толку не будет. Ты должен каждое слово осознавать, что ты там произносишь. Поэтому аффирмациями ты мироощущение свое меняешь. А письмами прощения ты убираешь все негативные мысли о себе. И ты становишься чист и... Как дела? Вы когда зайдете ко мне в инстаграм, там есть таплинк, ссылка. Она выкидывает на все видео, которые, вот, для самостоятельной работы, которые есть в ютубе. Это прощение денег. Прощение денег. Прощение денег. Когда вы дышите. Когда вы слушаете. Вы под каждую фразу начинаете дышать глубоко. Да? Там минут двадцать она идет. Есть... Повторять-то нужно, да? Или... Можете повторять, да? Нет, нет. Там... Сейчас объясню. Там... то, что вы говорите. Ну... У свежей чуть-чуть там... Попробуйте, что комфортнее. Потому что у меня оно такое... Мягкое там... Вот ты дышишь потихоньку. Я там проделала двадцать. У свежей вот так вот. Ух-х-х. Там холотропишь. Немножко, ну... Короче, посмотрите, что комфортнее. Не все любят... Вот это... Не всем нравится это. И не получается. Вот. Поэтому вы каждый день слушаете потихоньку. Дышите, дышите. В какой-то момент ты что-то сворачиваете. Вдруг. Вот так же, да? Ты не можешь остаться в музыке? Твоя задача не пугаться. Твоя задача дышать и плакать. Потому что если ты... Вот если ты не дышишь, то это будет долго. Это где-то от трёх до четырёх часов занимает. Если этого нет, то человек не плачет. Нет, плачет. Короче... И тебе надо плакать в суть? Да. Там суть... Дело не в слезах. Ты можешь смеяться. Но блоки должны от твоей выходить. Вот. Какими-то эмоциями. Да. То есть тебя вот свернуло... Если будешь смеяться истерично, тоже отпустит. Если не можешь плакать, берёшь подушку и орёшь просто дурниной подушкой, тоже будет легче. А если орать не будешь? Ну тогда лежи вот так. Чуть-чуть пять подлежи, пройдёт. И отпустит. И отпустит потом. Понимаешь? А... Афирмации для женщин. Афирмации для женщин тоже слушайте. Просто. Просто. Тоже можете дышать. Под них не свернёт. Но в принципе... Афирмации для женщин. Там 20 минут прям. Такой класс. Есть для мужчин. Но мне женские больше нравятся. Они такие трансформационные. Письма прощения. Там всё есть, да. Письма прощения в ю-ступе, когда найдёте, там внизу есть ссылка, не ссылка, а там прикреплённый комментарий, в котором есть прям текст, как писать. Чтобы вы там по диктовку не записывали, там есть форма, которую вы можете переписать. Прощение денег, афирмации и письма прощения вот это начинайте писать. Письма прощения пишите только честно. Честно в смысле? Чистое сердце. Прям честно. В основном, потому что... Сейчас подождите. В основном, когда письма прощения пишем, мы даже там хотим быть хорошими. Да? Учитывать нельзя, да? Да, не нужно. Вы пишите, и вы прям матом кроете, короче, ладно? Я прощаю тебя за то, что ты годон, мудак, меня там кто-то, кто-то, кто-то сделал. Вот на что свет свет свет, прям материте сильно. Нет, на одного человека поставим писать? Да. 40 дней одному. А, ну... Ты всем будешь писать 40 дней. Вот ты 50 человек нашла, 50 писем каждый день пишешь. Ааа... Это вот так там работает. Ааа... А потом, что с ними? Вечером пишите, утро сжигаете. Утром. Утром? Утром. Попросили, написали, орвали, сжигали. Все. Один раз. 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 Вот запомнил эту шишку, потрогай ее. Ты потрогай ее сначала, запомнила какая она? Да. А теперь голову поднимай, смотри, фокус-фокус. Помните, я про спину говорил? Да, стой ты. Расслайд, я про спину еще тоже мастер спорта. Я могу где-то часик поговорить про нее. Расслайд. 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 Голова болит часто, да? Да. Стой. Ай, больно. Расслайд ты. Вынесла, теперь доверяйся. Как дела? Не хрусти, вот так, аккуратно. Вот так. Как дела? Хорошо. Вот не хрусти, я тебе говорю. Потрогай тешечку свою. Пожила? Ее едла? Она уменьшилась? Аллилуйя, да? Почему? Это, смотрите, вот это вот, то, что шейный стихонрос, там, там, короче, позвонки вот так смещены. Они, они, они вот так. Их вправить можно пальцами вот так просто, вот легко. Не хрустеть, и, говорит, свернешь, будет потом опять этот, салам алейкум. Понимаете? Вот, смотрите, вот, если она проходит 21 день, и не похрустит, и вот эти позвонки она оставит так, как они, не стоят, то вот этот хохолок, он уйдет. Вот, то есть, вот сейчас его нет, он стал меньше. И вот эта вот соль, которая вот здесь, она просто рассосеется, сама уйдет. И вот этого не будет. Но это надо не хрустеть, это надо очень сберечь. Это можно было очень хорошо. Сберечь. Нет. Просто не уходы. Пожила. Прогода, это же тоже спина, да? Да, да. Это... Давайте спину это еще где-то на полтора часа сейчас уйдет. Там, короче, вот... Можно тоже? А? Забыть, давай. Давай, в рожьи с вами. Что, лягешь, тебя отпустила? А? Держи. Она держится. Вдох. Ну, все же свое. Выдыхай. Вот здесь душа. Вот у кого душа болит, вот тут очень больно всем. А? А, у тебя тоже здесь, да? Я по этому спину боюсь я это показывать вообще, что... Вот это спина, да, все, оно, знаете, такое, оно... Вот стрясаешь, если поругаешься с кем-то, оно обратно свернется. И поэтому очень важно держать под рукой. Да. Это что вы? А, что вы? А? А, трешка, как пришла, что это вы? Это же чистка же. Это сброшь лаковых энергий. Да, какая-то эта аудитория хорошая. Не кричат? Нет, с вами как-то это... Как дома, что ли? Я вообще не чувствую, что я никого не знаю. Дорогая, это у тебя что-то? Нейродермит или что-то? Не знаю. А, у меня это? Это у меня печень очищала, и она выбросы дала. Паразитов. В смысле, это пройдет это или что? Пройдет паразитов я в куче. Это не спина, это... Все, все пошли. Поехали. А? Все? Ну что? Сейчас объясню. Я там писала. И у них ничего в воды. Скрипёшь зубами? Нет, потому что у меня челюсть, там, травка, сердце, нижней, нижней. И первое время всегда контролируешь, а потом очень интегрировываешь. Но это бывает, что с трудом только открываешь. Вот. Всю проражать. Вы сказали, что это мне... Агрессия, да. а если не пить на и себя так и чуть-чуть у вас еще Ай! Это вот здесь? Просветление в мозгу. Ну шея все равно? Нет, шея будет. Ну не грею того, что каждый день, он кажется не так. В месяц, три-четыре дня подряд... Смотрите, давайте я объясню сейчас это. А это как? Расслабь. Кружится, да? Расслабь. Поплыла, да? Смотри, у тебя то, что ты сильная и слишком долгая. У тебя истерика очень много, которую ты подавила. У тебя очень много боли внутри. Выплакивай. Да какой стоп уже выпускает? Вдыхай, выдыхай. Ты уже не сможешь удержать это. Выплакивай. Смотрите, вот здесь, вот это вот скальп, то, что индейцы сдирали, это не в растении. Это когда истерика в ног, это истерички, эмоции не выходят, ты удерживаешь их вот тут. И кожа стягивает челюсть, и из этого начинается мигрень. Из этого шея вот эта болит. И это все вот так. Понимаете, когда стресса что-то стягивает все. Это вот здесь расслабляешь, и потом эмоции должны выйти. Вот то, что у нее сейчас выходит, у нее сейчас расслабляется вот это все. Вот тут все пошло. Для нее это состояние очень некомфортное, потому что она привыкла и это держала. И она вот теперь вот так. Потому что как будто бы стыдно плакать, да? Ну стыдно плакать, она же у всех на финалы будет. Ну и выдыхай. Она же к себе такой никогда не возвращалась. Она же не поворачивалась никогда. Это же женщина, которая, знаете, когда в аэропорту сумку все оставила, проходит через рамку и звенит все равно. Вдыхай. Ну вот так мы хороши дети, давай. Вдыхай. Вдыхай. Постой. Если отношения не строятся, ни парня, ни мужа, шамошку-то обиды на отца? у нее обидно на всех если ты про нее она обижена на всех это же криминолиция что можно с этим сделать? это письмо прощения это надо чуть-чуть 40 дети прописали? нет, я даже не знаю чуть-чуть смотрите я тебе объясню, чтобы ты больше не писала это письмо прощения смотрите что вы делаете со своим стрессом почему вы постоянно почему мы люди постоянно страдаем я сам так же делаю когда у нас случается что-то и мы на кого-то обиделись у нас есть вот такой сосуд слез он вот такой ты начинаешь там страдаешь 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 и вот это поднимается вот сюда и начинает переливаться вот за края потом ты поплачешь вот и сюда и опять не походишь нормально потом опять это копится-копится вот до крышки дошло опять переливаться встал опять поплачу и так про одно горе можно страдать всю жизнь что делать? смотри почему я говорю честность нужна? если ты фатально страдаешь по-настоящему по какому-то человеку ты потерял там или вот почему-то психология короче говорит это минут 30 ты это все выплескиваешь и потом отпускаешь 30 минут но мы не можем потому что потому что это мама это муж это там я не знаю вот кто-то кого уже не стало и уже не вернешь и ты как бы страдаешь за про себя что ли как я без него и вот он вообще-то ему херово он умер а ты страдаешь про себя как я без него и чтобы это прострадать это надо короче фатально прям поистерить пострадать 20-30 минут прям не так что там раз чуть-чуть там поплакала это наедине с собой да вот если самостоятельно это так ты прямо прорываешь и потом отпускаешь радоваться надо любить радоваться все и вот это уже везде сказали все говорили я повторюсь с благодарностью начинайте свое свой день просто благодарите за то что есть и все ты держишь на уровне пупка у тебя прям спазм вот видите смотрите человек самостоятельно когда его не бьешь да он до какой-то точки доходится до этой и раз я остановился это вот у тебя уже второй раз у тебя так два раза было ты вот остановилась да вот твой предел какой-то который кажется хватит и ты и раз я остановилась вы плакиваете ты говорю сейчас конкретно у тебя ты закусилась у тебя это от злости сейчас да вот смотри вот здесь вот она страдает у нее там обида когда она там а у тебя это извините из-за того что какая-то ситуация тебя не устраивает я могу ошибаться но вот ну вот так я это чувствую не учитывая а не а не а истерически смеются истерически смеются люди на сеансах смеются знаете когда когда вот как-то приходила не помню сима помню не помню не в ютубе ладно это значит на тренинг приходит женщина и мама в 14 лет сказала в 14 лет ей сказала что если будешь так смеяться замуж никогда не выйти да человек не смеялся 40 лет а она звонкая она такая хохотушка вся в 54 она попала на тренинг в 54 и я вот честно она вот так вышла я говорю сделай вдох и она и начала смеяться минуты 3 нам было прикольно с ней посмеяться 40 минут она по минуте за каждый год смеялась я не знаю когда она дышала и чтобы вы понимали напряжение этого смеха помните как после родов капилляры лопаются на лице у нее вот так полопалось все у нее все лицо красное было от натуги вот этой и теперь она смеется уже она не может себя задержать уже она смеется она раньше над анекдотами не смеялась она вот так а сейчас она не может просто ее разрывает у нас тоже на учили нельзя плакать тут угу отдыхай сейчас обида пошла выплакали из сердца а до этого алисия была можно один вопрос как не копить обид но бывает так письма прощения вот сюда вы вернете все время в причинении письма прощения а вот сюда вы вернетесь письма ты еще раз говорю ты вернешься вот сюда вот сейчас какой вопрос будете задавать все вот сюда вот здесь а как сделать чтоб не было вот так а как себя поддержать вот так понятие а как сделать самостоятельно вот так прощение денег вообще гениальная штука это тоже свежий между прочим он этот мне как-то женщина написала я поняла что прощение денег это не прощение деньгам это прощение миру папе и там всем остальным на самом деле это правда пишешь себе там вот и все слушай просто через день где она так выходит дышишь и выходит просто день вот два триггера есть в современности это секс и деньги и то и другое и дети рождаются и жить вроде комфортнее но все грязь кто-то плохой кто-то плохой кто-то плохой много денег люди плохие да так же да хотя сейчас жизнь показывает что наоборот когда денег нет такие сволочи все когда все хорошо у людей ну деньги есть благосостояние растет люди добрее да поэтому вот это у меня сейчас справа подбивала оооо подбивала да да спина можно сильно подбить сейчас сейчас мы не 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 подыши сейчас руку у нас 20 минут 2 отнесено они там разбираются со временем сейчас ты ждешь вот тоже такая сейчас случится а сколько времени у нас есть вот время хорошо расслабься делать вдох или вдох наклон вперед что таковой столопия моя пальца ноготь наклонись посмотри где то еще дискомфорт есть наклонись а смотри внутри почки болят это же не спина дорогая Вот смотрите, когда человека берёшь, да, вот так прикасаешься, можно считать то, что чувствует он, раздражение, все задумываются. Прямо колотит всё. Обидно на мужчину, коллег на воде тоже. Закрой глазки, родная. Закрой глазки, родная. А, да, точно. Смотрите, вот есть вот, вообще вот мы все привыкли вот в минорных нотах вообще разговаривать и думать. Да? Нам всегда вот так, такое, да? Или, блядь, ну вот какая-то хрень у нас постоянно, да? Да, мы всё время недовольны. Мы даже о хороших вещах мы говорим, ну так же. Ну нормально. Да. Мы, когда мы в миноре, мы обесцениваем себя и другого человека. И то, что мы получили. И очень важно научиться благодарить. И когда ты говоришь, вот, там, допустим, там, как хорошо, что я сюда пришла и я вот это вот поняла. Даже если ты нифига не поняла. Да, то есть ты начинаешь симулировать и потом ты понимаешь, почитываешь, вот что ты получила. Когда ты в миноре начинаешь говорить, ты проваливаешься туда и не за что благодарить. Смотрите, я сейчас, ну честно, нет времени, да, вот раскачивать тех, кто, ну вот, кто ещё закрыт. А? Нет, смотри, я сейчас объясню. Есть люди, которые, ну вот, вот вы же вот так просидели, вот, когда началось, ну нахер, блядь, ну вот. И что там происходит? Короче, есть закрытая форма тебя, да? И чтобы тебя раскачать, нужно минуту, что с рукой? Болит ещё? Хуже становится? Нет, нет. Это смотри. Правая рука не принимает то, что я делаю с мужчинами. То есть, у них руку уже отбила. Хороший вглесить. Ну, нас. Не знаю, что там. Правая рука – это деньги, деньги мужчины? Правая рука – это не принимает то, что я делаю с мужчиной. Если конкретно к тебе, то эти люди перестанут мужиков унижать и бить. Выдыхай. Убирайся. Вставай. Натирайте руки. Сильно-сильно. Роложите себе на грудь. Подходите к любому человеку. Сложите ему. Подходи, вон, поворачивайся. Сложите сюда. Поворачивайся. Смотрите друг другу в глаза. Там девчонок, разбейте где-нибудь. Первая должна быть женщина. Смотрите друг другу в глаза и говоришь, я дам тебе свою любовь. Да, дам тебе свою любовь. Ты не обнимаешься. Итак, скажи, давайте вот так, 8 человек минимум. Все, что было, было. Я на вид, я советую. Спасибо. 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 Не надо успокаиваться. Здесь все время похлопать. Спасибо. Спасибо.